Добрый вечер! Добрый вечер! Редакция программы «Подробности» представляет очередной выпуск нашего политического ток-шоу «Чёрное зеркало» в студии программы. Её ведущий Евгений Киселёв вместе со мной программу будут вести, помогать мне известные украинские журналисты. Двоих мы почему-то не досчитываемся. Не вижу Петра Шуклинов здесь. Павла Шеремета не вижу и не вижу Виталия Сыча, главного редактора журнала «Новое время». Но они, я надеюсь, сейчас подойдут. А вот Павел Шеремет, давайте мы его попросим, если он подойдёт. Павел, здравствуйте. Ну, так, видимо, было задумано, чтобы у Шеремета был бы торжественный выход. Алексей Лихман, ведущий подробностей, будет мне, как всегда, сегодня помогать. У нас здесь много гостей, политиков, общественных деятелей, кандидатов, депутатов на предстоящих внеочередных выборах, которые представляют, наверное, все существующие сегодня силы политического спектра Украины. Я не буду всех представлять, а сделаю это по мере того, как участники будут вступать в дискуссию. Ну, как говорится, помолившись Богу, не дожидаясь появления Виталия Сыча, давайте начинать. Итак, три главных события, как я уже сегодня говорил, анонсируя наш сегодняшний выпуск в программе подробностей, три главных взаимосвязанных события недели. Это ратификация соглашения с Евросоюзом, соглашение об ассоциации, вступление в действие которого в полном объёме, при этом отложено почти на полтора года, визит Порошенко, президента страны, в США, который, по почти единодушному мнению, прошёл чуть ли не триумфально, во всяком случае, выступление его на совместном заседании Палат Конгресса, как в старые времена вы сказали, неоднократно прерывалось длительными бурными аплодисментами, переходящими в овацию и вставание. Ну и закон об особом статусе части Донбасса. Ну, если быть точным, об особом порядке местного совпоуправления в некоторых районах Донецка и Луганских областей. Вот, наверное, с этого мы и начнём. Потому что принятие этого закона, в общем, понятно, непременные условия продолжения политического переговорного процесса. Весь мир говорит, нет военного решения украинского кризиса, только политическое, только переговорное. Но при этом вот то, что имеем на сегодняшний день, одни политические силы оценивают как успех, как победу, другие как поражение. Поражение, мягко говоря, как поражение. Вот тут у нас присутствуют, как я понимаю, представители разных парчасполярных точек зрения. Ну вот, давайте с этого и начнём. Господа хорошие, значит, как вы эти события оцениваете? Прежде всего, принятые законы. Вот, начнём с господина Чумака Виктор Чумак, нардеп от удара, который баллотируется, как я понимаю, от партии Блок Петра Порошенков в новый парламент на предстоящих неочередных выборах. Виктор, вам слово. Я хочу зауважить, что я баллотируюся от Блока Петра Порошенков по 214-му мажоритарному округу города Киев. Не по списку? Не по списку. Вам серьезная борьба предстоит. Я баллотировался на минулих выборах по этому округу. Люди наняли меня на работу, скажем так. Как выборцы наняли меня на работу, я сподіваюсь, что они наймут меня еще раз на эту работу. Давайте ближе к теме, а то получается, что вы сейчас будете сразу агитационно-пропагандистскую работу с вашими избирателями проводить. Мне знаете, что сподобалось? Мне сподобалось, что в самом начале вы сделали очень важный акцент. Вы сказали правильную назву этого закона. Правильную назву этого закона. Потому что очень много акцентует увагу, когда говорят про этот закон, говорят про особенный статус Бонбаса. Ну, извините, я сразу просто хочу пояснить. Здесь у нас нет какой-то там скрытой зловредной повестки дня. Вы знаете... Я не про вас. Вот в свое время там в Израиле говорили про территории, хотя там это называлось временно контролируемой Израилем территории сектора газа западного берега реки Ордан. Очень длинно. Я думаю, что и в Украине когда-нибудь появится термин территории. Я как раз таки не про вас. Понимаете? Я когда сказал, что... Извините, что перебил. Извините, что перебил. Пожалуйста. Продолжайте, ради бога. Я как раз таки не про вас. Я хотел сказать, что вы очень хорошо акцентовали на правильную назву. Потому что иногда название, иногда дьявол криется в детях. И когда начинают спек correr на названии законов, и, по-суте, спекырючи на названии, пытаются, что там есть в суте законов какой-то прихованной известной звездой, то это неправда. Потому что когда говорят про особенный статус Донбаса, это абсолютно неправда. Потому что называется закон очень просто. Про особенный статус, особенный порядок, действующий самовредования. Про особенный порядок действующего самовредования в окружных районах Донецкой и Луганской области. Я правильно назвал, да? И поэтому говорить про там, что там визначены какие-то определенные статусы, это абсолютно неправильно. Когда мы говорим, что это говорится, что это говорит, что это самоварядувание, то мы говорим про выключно уровень влады на местном уровне. Абсолютно нет. Это не особый статус Донбасса. Это не особый статус Луганска. Это не правда. 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 Пане Сергею, это правда. Давайте послушаем Сергея Головатова, который уже закипает на него. Это не правда. Это не правда, потому что мы здесь не правда. Видите, вот-вот начинается. Мы сейчас говорим не правда. Не правда. Не правда в том, что не имеет значения, как называется закон, я вам говорю, а какая там суть. А суть там саме є та, саме про особливий статус окремих районів, чого не довездає українська конституция. Тому не говорите неправду. За названием вы сховали сутность про особливий статус, про відокремление, про федерализацию, про путинизацию, про бандитизацию, про все, что завгодно. И вы это заховали. И поэтому вы говорите неправду. Сергей, вы можете объяснить, где вы там все... Вы очень агентально выступаете, но нужно объяснить, где конкретно вы это все увидите. Я тоже правду. Популизм або популизм. И это же... Это же... Вы можете дать... Я, 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 пан Сергей, я вас дуже уважно сути. Все це можно назвати одним словом – запопулизацию. Нет, ну вы нам поясните тоже. Давайте, 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 давайте. Давайте не хором, да, у нас здесь не итальянская опера все-таки, да? Если можно, давайте, давайте. Давайте, дайте Виктору договорить, я вас очень прошу, ну хотя бы пару минут, да? Мне очень приятно такая ситуация, когда поднимается адреналин, но я хотел бы сказать, что это абсолютно неправда. Никакой федерализации нет, никакого влияния на принятие каких-то внешне политических решений с боку этого революционного нет, никакого особенного порядка финансирования, про что говорят, нет. Скажите мне, пожалуйста, мы что Донбасс раньше финансировали за рахунок Международного валютного фонда, за рахунок США, за рахунок России, а не за рахунок государственного бюджета Украины? Нет, за рахунок государственного бюджета Украины. Мы что, там платили пенсии с канадского или американского бюджета? Нет, мы платили пенсии с бюджета Украины. Скажите, пожалуйста, что там створится такого нового, что мы сейчас не знали? Скажу. Что? Виктор, я специально перестадил сюда господин Галатова, просто чтобы у вас был визуальный контакт. Что? Ничего там не створится, потому что нормы, которые присутствуют в всем этом законе, и пана Сергея Головатой, как выдатный, я не боюсь этого слова, выдатный, украинский конституционалист, очень хорошо знает. Не однократно занимавший пост министра юстиции. Неоднократно занимавший пост министра юстиции. Голова парламентской комиссии по верховенству права. Причем совершенно разные политические окраски. Абсолютно четко знает, что нормы там бланкетные абсолютно, которые не несут непрямой идеи, которые не внесут прямых наслідков, прямых наслідков, что до их реализации прямо. Но важный пункт пока что. Пока что. Это рамочное соглашение фактически. Абсолютно те, что цей закон мает абсолютно рамочный характер, который предотвращает особенный порядок финансирования, выключен за законом Украины. Особенный порядок выполнения самоврядувания, выключен на представлениях законов Украины, которые могут быть в будущем приняты в Верховной Раде. То есть проблема в том, что будет дальше. Так, абсолютно правильно. Я вам скажу, я вам скажу, секундочку, 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 пане Сергею, я вас не вышел для того, а дальше может быть то, что было, я вас не вышел с микрофоном, для того, что, а давайте сказать, для того, что. Сразу вопрос. А вот, господа, назовите как хотите, террористы, сепаратисты, пророссийские, незаконные, вооруженные, они уже говорят, что нет, войдите там. Какие выборы? Какая командирная часть территории? Скажите мне, прощок, без Донбасса, вся Донецкая область, вся Роскутская область, я скажу, разоружаться, выводить для них каждую жизнь. Знаете, я вам хочу сказать, я вам расскажу, я вам расскажу, пан Евген, в науке публичная политика, которой занимаются все, шановные ци пановы, так, есть такое понятие, которое называется импакт асессма, английской мовой, и оценка наследов, оценка наследов, принятия того, чего и другого государственного акта, на ту, что и другую государственную политику, которая принимается. Я вам хочу сказать, наследки принятия этого закону в край важливы для Украины. Наследки принятия этого закону... Сергей Власенко, вы можете на сегодняшний день уже просчитать... Пожалуйста, можно я закончу? Нет, нет, секунду. Я очень долго получаю. Або я закончу, або я закончу, або буду говорить о Сергею Власенкове, або мы до нового, мы до нового. Мы Сергеем Власенко, мы Сергеем Власенко очень выхованы люди. Мы один одного не будем перебиваться. Мы один одному будем давать и закинчивать думку. Вы знаете, нас всегда никакого времени не хватит. У нас просто на вопрос доводят в 45-45. Я дуже чітко отвечаю на питание. Простая решителька. Этот закон, принятый, даёт ответ на запит почти 55% украинского населения и 90% населения Донбасса, который хочет мира. Ну, уже можно, пану Евгению? Да. Это уже можно, якость? Я ж, я ж, пану Евгению, пану Евгению, давайте, якость уже можно, давайте, что вы хотите, давайте, что вы хотите, Виктор, поймите, закон большой и длинным выступлением его не прокомментировать. Дискуссия нам нужна и длинным всеми министрам и естествиям всех в регионах разных режимов. Пожалуйста, смотрите, шановные коллеги, независимо от партийных принадлежностей и партийных вподобаний, то, что цей район, чи ци райони мают, им будут мати, чи плануются, чтобы им им особенный статус. Президент Украины Петро Порошенко сказал в Конгрессе США вчора, он это подтвердил, я цитую его слова, он сказал, я готовый запровадить сепаратистам больше прав, чем любая часть Украины имела за историю наций. Если мы за всю нашу историю немало, то значит будь-яка, то есть эта территория будет мати. А что это значит? Чувствуете? Я над вами, я не буду слушать. А теперь пошел на мотивацию сепаратисты сказал Порошенко, а мы говорим террористы и российские агрессоры. Это, разумієте? Давайте не будем сейчас уходить в терминологическую сторону. Вопрос. Терминологичный вопрос. Еще раз, просто как реплика. Я же у вас микрофон не отбираю, просто говорю, есть разница между выступлением президента в Конгрессе и законом, который соответствует процедуре между президентом, что сказал президент, и украинскую конституцию. Потому что принаймні четыре статті порушено, а это кроме процедуры. Я не говорю про эту темную ночь, про темное табло, про темный... Вот тогда мы сейчас точно уйдем в процедурный конституция вымагает... там чисто записано, что Украина будує свою территориальну на принципу єдності. Єдність означає цілковита подібність. Нічого іншого за конституцію не може бути. А що було інше, це був Крим. Сергей, уже пора отвечати на ваше обвинення. Все равно. Не, не читайте. Нет, извините, эта программа не монолога. Я розумію, але ще одну статтю я найду, і я потім запропоную депутату... Кратко, коротко, названня статті і все. Я заберу рекрашову. Стаття 143-я говорит, що органи місцевого самоврядування вирішують питання місцевого значення призначення прокурора, призначення українського судді. Це питання держави, найдіть місцевого одже, Сергій Вастенко, пожалуйста, додайте право призначення, я пропоную депутатам хоч одну строчку в цьому законі. Прочинно слово в цьому законі додається право призначення. Найдіть місцевому законі хоч одну строчку. Тому це неправда. Я пропоную, шановні депутати, не треба. Пане Сергію, я вам пропоную. Ті, хто не брав участь в цьому в злочинному дійстві, Свердите, пожалуйста, подписи и скажите, я, такой народный депутат, который не голосовал за это, обратился к Конституционному суду Украины. Сергей, а вы болотите? Я так понимаю. Пробедите это, обгрунтуйте. Я готовый. Я готовый представлять ваше подание в Конституционном суде Украины, что знакомый Путин и Порошенко не в Конституционном Украине. Все, кратко. Ну просто, просто... Прямо наоборот, в яком вы мечтали, что вы бы мечтали из-за чего. Сергей, как? Попробуйте, чуть-чуть только, вот если можно... Парень министр, так кричал, что никто толков не понял, в чем суть. Я сейчас скажу, в чем суть. Ну, по-перше, я могу сказать, что ни один народный депутат, член партии Батьковщина, за эти законы не голосовал, это первое. По-друге, в фракцию Батьковщина входят, кроме депутатов партии Батьковщина, входят депутаты Народного фронта и депутаты Блоку Петра Порошенко. Я подкреслю еще раз, жоден депутат... А, если и громадянская позиция входит, я так тоже не могу... Я же не перебивала вас. Нет, ну так. Простите, я прошу, я прошу просто, чтобы... И свободу тоже, абсолютно правильно, да. Вы говорите о фракции в ее нынешнем составе, я правильно вас понял? А можно мы до закону больше? Где представлены силы, которые на выборах будут участвовать отдельно. Я хочу повернуться до закону, что насправдя даёт этот закон. У меня закон в руках, и я буду его цитовать. Ну, по-перше, у меня такое желание, чтобы в таком сложной ситуации, которая сейчас в Украине, мы все-таки говорили один одному правду. Я цитую закон. Стаття 9 этого закону. В окремих районах, зазначенных у статті 1 этого закону, до речи, никто не знает, какие эти районы, решением міських, селищных и сельских рад створюются загоны народной милиции. Что это означает? Это означает, что на этих территориях, по-перше, под дулами автоматов террористов пройдуть выборы, которые уже призначены этим же законом. То есть, они сами себя выберут в органы влады, после этого они сами себя призначат в милицию, и они легализуются, и станут уже не террористами и вбивцами, а станут народной милицией Донецка, в окремих районах Донецка и Луганск. Это цитата из этого закона. С этим же законом... Простите, сразу перебиваю вас. Просто смотрю, смотрю в эту... Статья 9, да? Да, да, да. Если я правильно понимаю, эта статья должна быть реализована в соответствии с законами, которые в данном случае не уточняют. Абсолютно правильно. Законами, яких немає. Ну, скажи про те, що може бути, як все... Ну да, Сергей, вы действительно, как будто уже услышали голоса этих людей, вы увидели. Я просто хочу, чтобы вы не можете... Я вам поверну, золотом говоря, к самому началу, к статье 1-й, где, по сути дела... Виктор, ну, пожалуйста. Да, це я. Пожалуйста. Просто, смотрите, в первой статье, по сути дела, говорится о том, что список этих районов, районов, городов, поселков, сел должен быть еще составлен отдельным решением. То есть этого списка даже не существует, получается. О чем же мы, как говорится, копию ломаем? Насправді виникає абсолютно абсурдна ситуація. Попер, абсолютно правильно. Скільки Путін захопить? Скільки террористов захопить? А че така пораженческая позиція? Скільки мы ведем Йемо? А у вас є чим воевати? Почекайте, а у вас є чим воевати? Будь ласка, вперед. Давайте спросим у человека, который более в теме, который может нам ответить, сколько Путин еще может захопить. Игорь Масичу, прошу. Я знаю, кто это даже представлять. Я бы рекомендую, что будем... Будем будет запопливать, сколько нашей земли, сколько мы ей будем отдавать. Сколько будет наш президент подписывать угоды, и сказать, особливая зона. Цей район, наступный, наступный Запорьевская область, Одесская область, и так до Киева дойдет. Зрадницкие законы 16 вересня, которые, по сути, стали повторением законов 16 сечня, вкрыли ганьбою целую украинскую нацию. Целые поколения украинских патриотов, которые клали своё життя, которые кладут своё життя за нас. Можно я только уточню? Сейчас, сейчас, сейчас! В период проведения АТО зона скоротилась в три разы. Зона АТО в Донецкой и Луганской области не расширилась за час проведения, а скоротилась в три разы. Её стало набагато меньше. И она скоротилась до нуля. Я только что вернулся из Мариуполя. Я был в Мариуполе, был на базе батальона АЗОВ. Я разговаривал с людьми, которые организовывают оборону Мариуполя. Мужественные люди там каждый день, каждую ночь проходят эти заседания штаба. Но зачем мы топим всё в этом популизме? Да, закон неправильный может быть. Да, нам говорят, что он бессмысленный. Тогда зачем его было принимать? Ну и слушать вот эти пустые... Ну и слушать эти пустые лозунги тоже неправильно. Если бы не остановили в тот момент боевые действия по Деловайскому, то где бы были эти сепаратисты? Под каким городом? Когда батальоны некоторые бежали. Сдратники, когда были среди этих батальонов, тоже... Давайте в корпус нас с Пилатовым пытаем, кто его бил. Давайте. Вот это уже цикавая пропозиция. Давайте запытаем. Но с другой стороны... Давайте запытаем в этом греке. Послушайте, послушайте. Привет и поверь назад. Все народные депутаты, которые были здесь, которые здесь сидят, все народные депутаты были на закрытом заседании парламента. И все слышали цифры. Сколько у нас здесь бронетехники, сколько у нас здесь авиации. И сейчас, который популизм, который мы слышим, это просто не отчёт. Вот она выступает представитель партии Лешко. Я могу, знаете, я могу помыляться. Условия, когда у нас нет, когда у нас половина армии разрушена, говорить о войне уже нет смысла. Мы должны искать новые методы борьбы. Наталья, 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 дозвольте. Она не журналіст, она политика. Бывший журналіст в прошлом, который умеет брать слово. Я сейчас буду отвечать, если вы не знаете, что мы понимаем, что нам потребен мир нашему президенту Порошенко. Но мне кажется, что он пропустил все системные ошибки на самом начале. Где есть голос украинского Донбасса? Не весь Донбасс – это убийцы, гвалтевники, сепаратисти и так далее. Почему представителей украинского Донбасса не было с самого начала в Минске? Если уже президент или кто так решил, что будут домовленности искать мир в Минске, и дальше, как Белый День и все другие говорят, что все эти законы являются следом домовленности в Минске. Чи можно их считать такими, которые должны быть местами и имеют право, шанс на реализацию, если там нет граждан Украины, представленных Донбасса, которые не хочут с террористами, не Киев, с Донецком и Слуганском договориться. Мы никогда не договоримся с Путиным. И в Минске переговоры между Украиной и Россией, а не между Украиной и террористами. А вот, кстати, у нас тут есть теоретия в Слуганском Семеновском договоре. А что там происходит-то? Можете рассказать? Дмитрий Кирилл. Это представник Российской Федерации. Виктор, Виктор, Виктор. Была бы была ровно подошла. Почему чумак? Почему чумак? Сергей, я не к вам подошел. Нет, ну чему? Сергей, ну что он генерал. Он генерал и разбирательный вопрос. Была дотронута тема Минска переговоров. Вадим Карасев, политолог. Ну, наслушайте. Вот я за то, чтобы говорили генералы. Когда говорят военный эксперт, я бы, ну не господин от партии. Давайте послушаем. Давайте военного корреспондента. Давайте послушаем господина Карасева, а затем продолжим. Петчука обязательно послушаем. Кстати, у нас там еще есть человек, который участвовал в боевых действиях. Ну хотя бы минуту, давайте помолчим. Я действительно из Минска только прилетел. Там тоже интересуются очень сильным украинским кризисом, как они говорят, нашими проблемами. Минская группа начала заседать там с опозданием в три часа, но я улетел уже. Ждали террористы. Это шо. Что касается вот всех этих проблем, которые мы обсуждаем сегодня. Ну здесь несколько констатаций, если позволите. Первое. Ну, во-первых, переговоры ведут, фактически переговоры идут между Порошенко и Путиным. Все остальное это, так сказать, гаджеты, так сказать, пристяжные и придаточные функции и люди. Второе. 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 Вот чему там не было? Чекайте. Второе. Это важливо. Голова Украинской Гельбинской спилки, ведомый правосохисник Микола Козерев. Так, вы хотите поговорить, мне уже кажется, давайте в центр. Он присядет. Может, вы. Время надо. Да, время надо. Да. Есть позиции Ниркина, но не наши. Там с позиции есть только Россия и Украина. Второе. Наталья, не отвлекайтесь, я для вас специально. Второе. Что касается закона. Ну, в принципе, закон сырой и никчемный. И, в принципе, вот это обсуждение должно быть в парламенте. Если бы у нас нормальный был парламент, нормальная процедура, это тема для комитета, для пленарного заседания, перед голосованием, для того, чтобы вот эти все вещи были обсуждены, или выносить, или не выносить. Как специалисту вам простое питание. Если бы это хотя бы мало б який сенс, чему это голосовали утаемничено, в невидомом режиме? Сергей, это не ко мне, вы депутаты. Нет, это вам как специалисту. Вы решаете. Так? Я о другом хочу сказать. В чем, собственно, проблема? Она же не только украинская. Такие проблемы решались по-своему, решались во многих странах. Корень проблемы в том, что украинская нация, которая окончательно сформировалась на Майдане, не совпадает с государственными границами. Так? Потому что там кусочек Донбасса, там не украинская нация формируется, а русский национализм. Да не правда. Не правда. А где где в лесе? Корень проблема. Секунду. Корень проблема не в Донецке. Донецке уже не слушайте. А теперь слушайте. Как? Да, послушай. Дальше. Корень проблемы с Донбассом. Игорь, я закончил. Вы знаете, вы знаете... Давайте завершить. Да, пожалуйста. Так вот. Как решаются такие задачи, когда нация не всегда совпадает с государством? Первое. Либо нации и государственные границы совпадают. Тогда надо Донбасс взять и отделить. Отсечь его. Вот этот кусочек и все. Не дочекается. И тогда Украина монолитная, мононациональная нация, идет на запад, в НАТО, Европейский Союз и так далее. Вот первый, первый нет. Я рассказываю, как это было в исторический опыт. Второе решение. Второе решение. Секундочку, второе решение. Закарпатская область. Я перепрошу, там живут мадяры, угорцы. Они не всегда совпадают. Мы отдаем мадяры. Нет, секундочку, не надо. Не надо, давай. Не надо. Там скрізь вывески угорцев. Я говорю, я говорю. Ну, то есть, не, чекайте. Чекайте, давайте чем-то до конца. Это не аргумент. Я говорю, что вы говорите, что Украина не совпадает. Я не врет в уме, я говорю, как и совершалось. Не треба разбазаривать наши земли. Понимаете, есть, к сожалению, вот вашему, есть такая наука политология. И вот там весь этот опыт описан. Понимаете, в чем дело? Так вот, второе решение. Не находитесь для Украины. Господин Горасов, а в этой науке есть ответ? Господин Горасов, в этой науке есть ответ на такой вопрос? Сколько бы продержалась наша армия, если бы российские войска пошли в открытое наступление? Ну, мы знаем. Вы знаете ответ. Второе. Сергей, у вас есть ответ? Я не знаю, хороший этот закон или не хороший. Давайте я строю еще такое решение. Но три акта стала меньше. Второе решение. Это военным путем восстановить контроль над Донбассом. Это второе решение. Так это дело в странах некоторых. И третье решение. Если не удается отсечь территорию, если не удается военным путем ее завоевать и поставить под контроль мятежные регионы, есть еще третье решение. Поменять структуру государства. Сделать его более зацентрализованным. Вадим, вот тут прозвучал вопрос, который... Ну, давайте решать, что нам подходит, а что не подходит. Вопрос хотел переадресовать наш, господину Тимчуку. Я еще раз говорю. Это надо решать. Потому что один из самых уважаемых теперь стал экспертов по, как говорится, военной стороне вопроса. Евгений Алексеевич, вопрос прозвучал. Вопрос прозвучал, ответил. Могла ли украинская армия в том состоянии, в котором она сейчас находится, противостоять российской армии, которая ведет необъявленную войну против Украины и которая фактически перешла в наступление в районе Мариуполя? Удержали бы фронт? Расскажите, пожалуйста, почему. Вы с микрофоном или нет, извините? Нет, извините, это наш недосмотр. Еще раз, пожалуйста, сначала тогда. В отношении к этому закону делим мы на силы мира, те, кто выступает за войну, и идет жесткая конфронтация. На самом деле, правда, истина, как всегда, посередине. То есть социология, которую показывает тут как раз партия власти, то, что там больше 70%, почти 80% за мир выступает и так далее, у нас не нация пацифистов. Нации пацифистов не существует. Народ не против войны, но нету нации, которая не желала бы победы. Просто все хотят быстрой победы и как можно меньшими усилиями и кровью. Для того, чтобы это было, в общем-то, как раз этот закон, я считаю, нужен был. Возможно, не в этой форме, потому что там есть положения, которые неприемлемы. По амнистии, по той же народной милиции и так далее. Но передышка была жизненно необходима. Мы видели, просто-напросто стоит сравнить. Взглянуть на карту АТО, причем, не важно, там даже не наши экспертные какие-то оценки, а которые предоставлялась СНБУ. Скажем, на середину августа и на данный момент. Мы видим, какие территории мы, в общем-то, вынуждены были отступить. И это сделано не из-за того, что кому-то там в голову пришло отвезти войска. Вот в боях был у нас один из гостей, который был Константиновский. Мне хочется его мнение услышать сейчас. Вечер, Слава, извините. Алексей, одно очковочку. Я просто хочу напомнить, что господин Константиновский, я правильно говорю? Или Константиновский? Как правильно ударить? Константиновский. Господин Константиновский, это, может быть, многие знают, а некоторые не слышали. Это тот самый знаменитый бизнесмен, который продал свой Роллс-Ройс для того, чтобы финансировать добровольческие батальоны. И сам тоже пошел на войну. Я неделю назад только вернулся, и знаю, о чем говорят солдаты, и знаю их настроение. Нравятся ли мне условия перемирия? Не нравится. Но я понимаю, что без передышки, без передышки, мы все равно к этому бы пришли, погибли бы еще тысячи людей, и нам бы пришлось это делать. Кого нужно искать? Виноватых нужно ли искать? Нужно искать виноватых. Но не те, кто сегодня заключал вынужденное перемирие, а те, кто должны были соблюдать закон, когда разворовалась армия. Это прокуроры, это министры обороны. Они должны были все давно сидеть в яме и рассказывать, где деньги и кто разворовал армию. Потому что те люди, которые сегодня кричат, если бы они приехали в воду и крикнули бы так же, то, наверное, разбежалась бы половина сепаратистов. Да, я не имею в виду Игоря. Это, я считаю, не перемирие, а передышка. Потому что в любой момент, когда опять Путин, это нужная передышка. Потому что БТР, они заводятся, когда нужно выезжать. Так, Вячеслав, я что перебиваю, ваш ответ, если коротко, на тот вопрос, который уже прозвучал. Ресурс военный, финансовый, материальный, был у армии противостоять тем событиям? Ресурса нет. То, что сегодня русские не в Киеве, это заслуга только людей, которые стояли там за контакт. Не в Киеве, вы сказали? И не в Киеве в том числе. А вы допускаете такую возможность, что русские пойдут на Киев? Они обязательно пойдут? Я допускаю, что это может быть все же угодно. Я допускаю, что если бы не стояли там и не бились бы, то были бы. Я, например, на Киеве, в Саркеле, в Средиземном, наружу, в список ближайших Бумбубей. Я вам щиро дятую. 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 Долго и робко просят слово. Прошу слово, как бы неудобно кричать, потому что, ну... Надо подумать о следующем. Практически нас, мировое сообщество, оставило в свое время один на один с мировым терроризмом. Почему? Когда только началось... С мировым терроризмом? Если бы мировое сообщество не вызнало ЛНР и ДНР, вызнало террористическими организациями, тогда против этих двух террористических угропований объединился бы весь мир. Когда Аль-Каида взорвало два дома в Америке, против Аль-Каиды весь мир объединился. Англия, Франция, Германия... Господин Фискон, вы так говорите, как будто вы не бывший регионал и сами не имеете причины того, с чем мы сегодня были. Мужчина, можно я, извиняюсь, можно я закончу? Мужчина, можно я закончу? Это у нас, пожалуй, такая вот... Молодой человек, я никогда не был в партии регионов. Я был во фракции, потому что был в оппозиции Кьющенко. А не потому что я разделял политические взгляды. Это, конечно, не однозначно. Это первое. Второе. Второе. Дайте я закончу. Так вот. Если бы мы сегодня были в НАТО, в Европейском Союзе, то, против чего всегда выступала партия региона... Если бы мировое сообщество вовремя поняло, что происходит на территории Донецка и Луганской области... А кто мы для мира? Кто? Мы член Евросоюза, мы член НАТО. Мы никто. Слушайте, а что? Мы никто. А благодаря кому мы никто? А что мы в Украине с членами боролись только Европейского Союза? Подождите, подождите, секундочку, секундочку. Когда мы апеллируем к миру, мы должны быть кем-то в том... Подождите, у нас что, аль-Каида была в Донецкой области, в Луганской области? Нет, у нас была террористическая операция, анти-террористическая операция. Ну давайте, давайте... У нас в Донбассе регулярная российская армия. Вот. Дело в том... Да, пожалуйста, Сергей. Мы регулярными террористами... Нет, Саня Михайлович, мы воюем с регулярными войсками Российской Федерации. А вот потом, когда уже террористы стали проигрывать... Вот тогда пошла регулярная... Подождите, подождите, подождите. А что этого техника... А террористы... А где террористы взяли технику? А где террористы взяли танки? Позырали. А до этого террористы пошли в магазин нейтро и купили там себе по калашу. Как начиналось-то все с мелких захватов с дамой? Правильно. А кто захватывал? А кто захватывал? Силы специальных операций, созданные в России в 2013 году. Если бы у нас хватило силы воли в мае месяце и в апреле погасить силы жестко этих людей... Вот вам отвечает человек, который там был. Закопливали будильи. Все-все началось. И не треба. А вырастили тех, кто сприял. Ваша партия регионов, коммунистическая партия. Второй микрофон, дайте студию. Я не эксперт и не генерал. Я взагалі вважаю, что генералы мають бути на войне. Так чи нет? Я с мною согласен. У нас это против так забагато, так складается. Но, по-моему, и каждая домогосподарка понимает, что армия украинская сейчас есть максимум в том состоянии, чтобы получить линию обороны. И наше оружие находится на уровне 80-х годов. В то время, как оружие России находится на 2015-м. Тут, до речи, вопрос к дебюту. У вас же был этот движение опоры. Сколько было вбитых, интересно, ворогов? Потому что один из действий является главным крупной фирмы, которая вырубает оружие. Это пизднее. Я закончу. Тогда потом будет. Друзья, я закончу. Иконям ясно, что нам нужна модернизация армии. И что эти 10 млрд иноземных инвестиций нам не зайвят. Но про закон я не хочу говорить. Он является суто рамочным. Потому что неделю продолжает перемирие. Что было сделано, пановая правильная партия, за этот год? Сколько БТР было доставлено на фронт? Сколько было послано спецпризначенцам? Сколько мы домовилися полоненных, чтобы освободить? Что было сделано? То есть конкретика? Кого заарештовали? Сколько коррупционеров было прекратено? Понимаете? Пока не сделано ничего этого, перемирия не было. На орехи, а терены, а то не достали всем. Давайте на все, господин Владимир Владимирович. Алексей, Алексей, вот у нас все время, я даже не знаю, в каком таком дискриминационном положении находится господин Владимир Владимирович. А я просто не хочу принимать участие в собачьих боях. Я готовый высловить свою позицию конструктивно и обгрунтованно. И я надам ответ на прямое вопрос. Вы задали вопрос о Рухопору. Я могу вам отметить, что сегодня на базе Рухопору створено два батальона. Один из них называется «Батьковщина». Другий называется «Рухопоро». Я вам скажу, что на сегодняшний день больше 500... Я хочу сказать сегодня, ведь уже прошло сколько месяцев. Можно я закончу? Я не буду сперечаться. Я буду просто давать ответ на конкретные вопросы. Очень интересно. У нас на передовой, я подкреслю, на передовой, находится больше 500 членов нашей партии. Из них, на жаль, на превеликий жаль, 34 люди загинуло. Вот это ответ, что мы сделали, как партия «Батьковщина». Это не вы, как партия «Батьковщина» сделали, а это люди сделали, которые туда пошли. Причем здесь ваша партия? Наша партия... Вы абсолютно правы на миллион процентов. И это люди, которые откликнулись на заклик нашей партии. Вы правы на миллион процентов. Наша партия сделала то, что смогла. Мы передали 35 миллионов гривен. На 35 миллионов гривен мы передали обладнание и всего остального. Я не выравдовуюсь. Сергей, при всем уважении, я думаю, они все-таки не на заклик. Сергей, вы только что сказали, что у погибли, кажется, члены вашей партии. По-моему, это прозвучало. Теперь они оказались добровольцами. Не-не-не. Не могу понять. Развивайтесь. Я еще раз подкраслю. Из 500 людей, которые сейчас на передовой, на жаль, 34 люди загинуло. И, до речи, вчера, благодаря «В лапках» этому закону, который проголосовала 16 числа, была расстреляна родина руководителя нашей партии и организации «Висиноватое». То есть люди ехали просто домой, забрали теплые вещи. На жаль, они были в расстрельных списках, их остановили, вывели из машины и просто расстреляли. Только потому, что этим законом всем террористам дали амнистию. На жаль, сегодня этих людей не дали амнистию. Ну, возникает только один вопрос. Да, как вы их отпустили тогда, если вы о них заботитесь, и почему? Да, в общем-то, допустили это. Игорь Мирошниченко, да, сейчас нам подойду. Да, 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 секундочку. Вот совсем не говорил еще Виталий Сыч, он, правда, нас опоздавший, но... У меня две маленьких ремарки, можно? Две маленьких ремарки. Спасибо. Когда мы высказываем возмущение по поводу закона об особом статусе Донбасса, хотелось бы, чтобы люди или части Донбасса также предлагали что-то взамен, что-то реалистичное, действенное, что можно реализовать в реальном, а не иллюзорном мире. Если таких предложений нет, а есть просто критика, это безответственность, инфантилизм и критиканство. Это моя позиция. Второй пункт, у меня всего две маленьких ремарки. Знаем ли мы истинный масштаб потерь под Иловайском? Насколько я знаю, он значительно больше, чем то, что было публично сообщено широкой общественности. Если бы эту информацию знали... Не надо подвергаться этой панике и ужасу. Если бы эту информацию знали все остальные, мне кажется, было бы меньше людей, желающих толкать страну на полномасштабное военное противоприятие России. Тоже все рисовать таких ужасных... А ты знаешь историю с батальоном, который в полном составе вышел из зоны Иловайска через Донецк, между прочим, пока часть батальонов прорывалась с боями в одном месте и там погибали. Один командир, Кривбас, просчитав ситуацию, раненый был комбат, повел свой батальон в лобовую через Донецк, потому что понимал, что там будет пусто. И без потерь со всей техникой вывел свой батальон. Поэтому ситуация раз в лобовую через Донецк. Я понимаю, что... Мы должны ситуацию трезво оценивать. Но не впадая, как с одной стороны, в панические настроения, рассказать о том, что какие-то орды идут, и мы эти орды остановить не можем. Так и ура патриотическими... Как третий скажу, как третий журнал, пожалуйста. На самом деле, действительно есть большая проблема с откровенностью власти. Власть... Вот у нас есть очень классная медийная команда... В открытости власти. В администрации президента есть Сложкин, есть Стэдс, есть Цеголко. Но открытости власти нет. Власть не говорит. Власть... Господин Порошенко пытается заменить то, что он должен сказать обществу. Климкиным, еще какими-нибудь чиновниками. Он должен говорить. Если произошла трагедия, 5 минут прямое обращение президента. Что, как случилось, почему? Петр, но у нас есть другая проблема. У нас нет альтернативных проектов, понимаете? У нас критиковать... Вот о чем говорил Виталий. У нас критиковать бегут все. Виталий был прав, абсолютно. Критиковать так, если бы президент говорил исключительно правду, у нас не было бы здесь о чем угодно. Да, пожалуйста. Вот Игорь Мирошеченко, он действительно практически не имел возможности сегодня... Свобода, с микрофона на тему шоу. Шановные товариства, ну, если дозволите минуту, я хотел коротко сказать про простые вещи. Мы начали из законов. Законов, однозначно, на наш взгляд, зрадницких и капитуляционных. И это позиция не только Украинского объединения свободы. Это позиция каждого. Наголошу каждого бейца, который сегодня находится на передовой. Игорь, когда вы спередоволировались? Я был на передовой два тижни тому. На передовой каждого дня мои помещники. Зокрема, Володимир Назаренко, 24-ричный киянин, который воюет под Дебальцевым, в батальоне термобороны Киевская Русь. Каждый день их обстреливают. Продолжается вот это так называемое перемирие, а люди продолжают гинуть. Гинуть мирные жители. Я был на Донбассе два тижни тому, а я хочу сказать и поддержать Наталью Соколенко. Потому что мы не слышим украинского Донбасса. А он там есть. И люди, которые до меня обратились, когда я каждый раз туда ездил, не сдавайте украинский Донбасс. Эти законы, которые были проголосованы в закрытом режиме, это задача интересов. Я даю вам в одно из предложений. Я даю вам в одно из предложений. Я даю вам в одно из предложений. Пропозицию, которую всеукраинское объединение Свобода уже пропонует на 4 месяца. Введение военного стану. И что, это даёт мир? Нет, это даёт мир. 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 Я вам еще раз говорю. Безглуздо говорите, что у нас есть партия мира и партия войны. Уси хотят мир. Только мир шляхом подписания капитуляции. Давайте срочно. Вячеслав Константиновский. Я буду срочно. Я буду срочно. Секундочку. А нет человека, который на войне был. Чаще. Я вам хочу договориться до конца. Мы вас услышали. Вячеслав Константиновский. Вячеслав Константиновский. А то у нас базар-вангал получается. Я хочу сказать про капитуляцию России. Коротко. Про капитуляцию России. Секунду. 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 Я хочу сказать про капитуляцию. России чуть менее темпераментно. Или по крайней мере там не перебивая друг друга. А то есть знаете что в итоге в эфире сидят зрители, которые вообще ничего не могут понять. Потому что один голос накладывается на другой. В Ласкало в миланской знаменитой опере. Это замечательно. Очень красиво. А вот на политической программе иногда это совершенно... И даже вы... Мы в Ласкало не были, но вам верим. Я тоже не был, к сожалению. Я только там хорошо смотрел. Реклама. А побывать там не удалось. Реклама. Реклама. Я приветствую всех. Я приветствую всех, кто смотрит нас в прямом эфире. Программа подробностей продолжает представлять очередной выпуск нашего политического ток-шоу «Черное зеркало». Здесь разыгрались нешуточные страсти по поводу обсуждаемой темы. В общем, вся дискуссия в первой части программы сосредоточилась вокруг вопроса о том, все-таки, как относиться и как оценивать закон о особом порядке самоуправления на части территории Донецкой и Луганской области. Я стараюсь называть этот закон наиболее полным его названием. И, собственно говоря, перед перерывом я, во-первых, обещал сказать, почему Россия капитулировала. Вы хотели, Виктор, сказать о том, что Россия, оказывается, у вас капитулировала. Некоторые говорят, что мы капитулировали. А вот у господина Чумака... Вся иноземная пресса называет минские домовленности капитуляцией Украины. Мы домовлялись... Так, так, так. Хорошо. А домовлялись быть корректными. А вы договорились тут про меж собой? Абсолютно. Быть корректными. О корректности, о правилах политических приличий. Я хочу сказать, вы понимаете, что это действительно есть капитуляция России. И воинской, и политической. Потому что примерно 28-29 серпня была такая воинская ситуация, когда Россия могла идти вперед. Но, действительно, тот героизм, который был проявлен там, на сходе нашими батальонами, тот героизм, который был проявлен громадянами Мареуполя, я подкреслю, громадянами Мареуполя, остановил наступ, воинский наступ Путину. Он его остановил. Что-то политической капитуляции. Поверьте мне, этот закон, который принят в парламенте, это политическая капитуляция России. Потому что Россия осталась идеей, и даже идеей створения какого-то эфемерного Новороссия. Даже эти идеи они похоронили. А с чего это взяли, Виктор? Простите, ради Бога. Очень просто. А может быть, они ее оплачутся на пару недель? Это абсолютно объективный анализ. Это абсолютно объективный анализ. Все согласны. Идея Новороссии... Давайте дадим слово военности. Дайте слово военности. Новороссии, еще раз скажу. А, Семаняна, вы их манипулюете. А почему манипуляция? Подчекайте, подчекайте. Виктор, скажите так, Роман. Вам хочет ответить человек? Послушайте Вячеслава Константиновского. Вячеслав, говорите. Виктор. Виктор. Вся политическая идея на сегодняшний день похоронена. Это... Я понял. Ваши политические идеи на сегодняшний день похоронены. Россия отказала от своих захватывающих планов. Я вас поддерживаю. Хорошо. Ваша точка зрения понятна. Не капитуляция. Послушаем теперь другую точку зрения. У нас на Востоке всегда будет нарыв, который при необходимости по любому поводу. Россия может опять начать там любые действия, и мы станем перед той же самой проблемой, какой у нас сегодня. Потому что, может, завтра скажут, что по-херсонски те люди, которые говорят, их обижают. Да, давайте там в Херсоне еще что-то. Это передышка. Другое дело, что выхода другого не было. Потому что те люди, которые сегодня рассуждают о том, что надо так или надо так, я уверен, что у них там нет ни сыновей, ни братьев, у них никто не в плену, их никто не погиб. Это не война стрелкового оружия. Жалко, что людей сегодня там расстреливают, да, и это бывает, да, продолжается. Но это не война стрелкового оружия. Это война технологий, артиллерии. Для того, чтобы противостоять этому, не имеет значения количество людей, да, больше русских или больше нас. Нужны новые технологии, нужно новое оружие. Я хочу спросить у Игоря Масейчука, для того, чтобы я уже заходу, я думаю, что вы уже просто запутали. Мне хотелось бы понять, кто из присутствующих здесь просто живет. Военные, которые воевали, для того, чтобы понимать, что там происходит, люди, которые там на самом деле воевали, они должны присутствовать в парламенте. Скажи, будь ласка, как ты считаешь, сколько эта передышка должна тревать? Сколько она будет? Я не знаю, сколько она будет для нас, для нас. Для нас время нужно для того, чтобы за один день армию, ее разворовывали 23 года, но это один день не построено. И когда ты это видишь и понимаешь, что на самом деле происходит, я знаю, что это такое, и мне не нравятся эти условия, но я понимаю, что выхода другого просто не было. Понятно. Давайте таким словом военному эксперту. Ну, пожалуйста. По поводу сроков. Ну, во-первых, нужно понять, для чего эта передышка нужна. Наша позиция, в общем-то, военнословета партии Народный фронт как раз сходится во мнениях. То есть нам необходимо действительно... А у вас там военные эксперты все собрались? Там очень интересная ситуация, потому что, как военные эксперты, причем в том числе... А почему вы такие разумные не сближаете в Однородном фронте, да у вас, премьер-министр, не сближаете бюджет для армии? Вы его не сближете, реально. А зачем? Подождите. Знаете, сколько денег? Я закончил. Это не я, что вам... У Министерства обороны нет денег на счетах. Нет, давайте, Наташа, очень важный вопрос подняла. Давайте ее дослушаем. Японируйте, нет. Який я глубоким войсковым экспертом, вы, напевно, его знаете. Так вот, он сегодня вышел на одном популярном сайте его блога, где он написал, что тот проект бюджета, который пропонует ваш Народный фронт на челе с Яценюком, это бюджет для бедной страны, которая собирается жить в мирный час. Но никто нам мирный час не гарантует. Поэтому давайте говорить и про это. Озброюваться нужно, на озброю требует бюджет. Скажите мне цифру, подождите, вы говорите сейчас на эмоции. Назовите конкретно потребность вооруженных сил. Какая потребность в деньгах? Подождите, Наталья не должна значить эту потребность, но она должна... Но то, что эта сумма должна быть увеличена, это факт. Что проект бюджету, подготовленный вашим премьер-министром, то вашим кандидатом и нашим премьер-министром не вытримают критики. Он для страны, которая не собирается воевать. Подождите, после того, как... Вячеслав, а можно... Вячеслав, не говорите. Повторяйте секунду еще раз. Потому что армия разорвалась в ГААМе. Если господин президентка будет по принципиально, он должен был подать в отставку. А великий то, что армия разорвана. Я помню, я помню. Но Гриценко снял, Янукович сгорнул эту программу. Давайте не делать загальную температуру по палатам. Вы послушайте, что говорят солдаты. Я вам по секрету... Наталя, я вам по секрету скажу витримку из закрытого заседания Верховной Ради. Это слова не мои, а это слова премьер-министра Ясценюка. Так вот, против пана Гриценко, так само, как и против других министров обороны, порушены криминальные справы за распродаж армії и распродаж майна. Это патчиня. Оголошено было? Тому в данном случае говорите про то, что армия не финансует... А есть решение суду? Чекайте, оголошу, но еще Юлия Тимошенко... Я хочу сказать, что 63 миллиарда гривен за сведениями министра финансов в нынешнем году спрямовано на оборонку. Но почему-то нашу армию и до сих пор постачают и финансуют волонтеры и украинские граждане. А те деньги, которые выделяются, они не купуют бронежилеты, а те пластинки... А я теперь спрашу у Игоря Мастейчука, а почему? Их снабжают только волонтеры, прошу. Мы продолжаем, что не будут эти граждане и избраны всем народом, армию и добровольческие батальоны в нем дешевые руки. Тому все! Боже, министр обороны, кто был министром защиты независимости, прибыль мы подали за разградание войск. Пожалуйста. Боже, прокурор войсковый, Моя нести ответственность за разкрадание войска, что не контролировали. Плюс для того, что нужно делать. Правильно, передышка. Только передышку нужно делать. Переговорами с прямым агрессором, а не не знаю, с кем, отдающей территории, поступающей. Так, сейчас нужна передышка, чтобы сделать армию, чтобы восстановить военные силы. И нужно правду сказать. Мы, например, Радикальная партия, про это говорим. Нужно начать отверто говорить, что если Украина, если украины гарантии Будапештского меморандума не могут гарантировать нам безопасность, мы должны начать работать над новым ядерным потенциалом. И все в связи у нас. У меня вопрос к господину Камчаку, он начал говорить, его перебили. Судя по всему, он больше в теме финансов. Мне интересно, каким должно быть, на ваш взгляд, увеличение финансирования армии украинской, чтобы она стала бояспособной? Я вам секунду отвечу. Чтобы вы понимали, во все времена, при всех министрах обороны, техника ремонтируется через Укроборонпром, оружие закупается через УКС-экспорт. Если вы найдете винтовку, к примеру, за тысячу долларов, вы должны купить через них, и они вам ее продадут за 10. БТРы, которые ремонтируются, ремонт капитального двигателя, капитальный ремонт двигателя сегодня, который мы отремонтировали, два БТРа прямо на поляне. В бригаде мы отремонтировали по 30 тысяч гривен, привезли ремонтные бригады с Харькова. Они отсутствуют, эти БТРы, от 6 до 12 месяцев на заводах Укроборонпрома. Стоимость около 500 тысяч гривен. Посчитайте разницу. Вот где бюджет. Можно не выделять новый бюджет. Эти деньги там. Все, Вячеслав, полято. Дайте там все. Я хотел несколько слов, с чего началось, с какой период нам необходим. Вот это самое главное. То есть то, на чем сейчас нужно сосредоточиться. Мы видим, во-первых, нам необходим моб резерв подготовленный, то есть мобилизационные ресурсы. Подготовленных у нас нету. Это понятно, кто более-менее владел военноучетными специальностями, уже давно на фронте. Сейчас можно призывать, грубо говоря, пушечное мясо, как это неприскробно звучит. То есть неподготовленных людей. Допустим, пехотинцам, мотострелкам, бойцам механизированного подразления, за месяц подготовить можно. Бойцам национальной гвардии можно за месяц. Но уже, допустим, артиллериста за месяц не подготовишь. Но это необходимо... А? Какие часы? Три месяца недели. Какие треба часы? Я говорю, в зависимости от ВУЗа. Если мы оперируем высокотехнологичными бросами вооружения, то это до полу года, в общем-то. Три-четыре-пять руки, я правильно? Да, в среднем, я бы сказал, 4-5 месяцев достаточно. Месяцев, не лет. Месяцев. Месяцев. А модернизация армии за целью логикой финансования, новозброи и так далее. Подождите, можно я продолжу? Будь ласка, будь ласка. Второй вопрос. По поводу того, что нам мир не продает вооружение. Да, это очень плохо, нас не вооружают, это прискорбно. 60% бронетехники, допустим, сейчас выведены из строя. Да, называется цифра. Разрешите, я закончу? Вот мало. Виктор. Так вот, у нас есть ремонтные мощности, ремонтные заводы бронетанковые, министерства обороны, чуть ли там не в каждой области. Украборонпром с его мощностями, у Минобороны есть деньги. Когда начинается, запускается процесс ремонта, называются цифры, там, по полгода необходимо, чтобы вернуть в строй. И на самом деле, эти единицы бронетехники можно при желании вернуть, во-первых, за сумму в три раза меньше, во-вторых, за... Вот все равно складывается впечатление, что у всех собравшихся в этой студии своя правда. Вообще, пожалуйста, а можно... Можно еще один вопрос? Конечно, Дмитрий. Сейчас, одну секунду, я закончу, только одну. Если можно, подноручить. Готовки изменятся. Мы в конечном итоге, мы приходим к одному главному вопросу, с которого нужно начинать, это кадровый вопрос. У нас не происходит ротации, начиная с уровня руководства, то... Ну, один раз поменялись руководители за полгода операций при всех недостатках. Это ненормально. Не поменялось руководство на нижних, более... Получается, каждую неделю, что менять? А во время войны так и было, пока не находился человек, который реально решал проблему. А хватит кадров? А хватит кадрового вопроса. Берема Класс! Не попадай, ну, при всем вам уважаем. Послушайте, как можно... А менять командиров? Ну, если у вас в части... Чехарда, все... Каждый... Вы же военный человек, вы же прекрасно это знаете. Если у вас комбат толковый, у вас все будет нормально в батальоне. Если у вас комбат бестолковый, или вы меняете этих комбатов каждую неделю, каждый месяц, вероятность того, что солдаты в батальоне погибнут, резко вырастает. Да, предыдущий, предыдущий командующий АТО, он был паникюр. Он был паникюр. Он все время всего боялся и боялся что-то сделать. А нынешний? А нынешний? Шапка-закидатель был. Это привело к трагедии Валовайска, потому что действительно... Неправда. Действительно увлеклись... Я хочу дать слово Ирэне Карпи. Человеку, которая не политик, сегодня здесь не занимается агитацией за свои политическую силу. Можно... Человеку, который очень много помогает... Тоже вопрос. Ирэн, кому... Вот, мне просто вопрос. Кому... Вы верите. А дает команда еще третий человек. У меня сейчас... Почну с такого эпичного. Гейви, хлопцы, хлопцы-депутаты, какие вы тут все розумные и агрессивные. А питание, что вы тут делаете? Пацаны, что вы сейчас не в батальонах, не на митницах? У тебя это интересно, кроме меня? Сейчас... Ну, вот, невже... Невже вистачает... Невже вистачает пиарных батальончиков. Типа, 20 пацанчиков в камуфляжі стало. Я приехал, я классный лидер партії. Я сфоткался, тико. Все по интернету запустил. Я воюю, тико. И все ставят лайки. Невже цього достаточно? Наскільки... Ну, треба... Я не знаю, чим вы думаете. Не можно войну використовывать как пиар. Або робить что-то, або не трендить. Понимаете? Что происходит сейчас? Какие конкретные шаги делает государство? Я просто вернулась к этому. А я бы... Минуту. Я просто жду, пока затихнут аплодисменты. Вот прозвучала важная мысль по поводу того, что якобы у нас Россия отставила все планы строительства Новороссии, назовите как хотите эту территорию, или пробивание коридора от Мариуполя дальше в Крым, и потом в сторону Приднестровья. Вот я хотел Павловск спросить. Вы на эту тему практически сегодня статью написали, я уже успел прочитать. Как вы считаете, вот такие выводы обоснованы, на ваш взгляд? Я абсолютно убежден, что глобальные планы Путина – это уничтожение Украины. Но я абсолютно считаю неприемлемым паникерские настроения и возбуждение вот этого страха перед надвигающейся какой-то угрозой. Мне кажется, что отдав без боя Крым, отдав кровью, но малой, часть Донбасса, некоторые люди успокаиваются тем, что планы России – это только пробить коридор на Крым. Если вот отдать там несколько еще районов на Крым, то все это успокоится, и мы будем дальше жить, как и жили, будем депутатами, олигархами, писателями, поэтами, а такого уже не будет. И тот, кто не понимает, что жизнь изменилась, он горько за это расплатится, но просто не хочется, чтобы за это платили простые люди, и чтобы не заплатила вся страна. Поэтому я считаю, что надо ставить перед собой вот эту самую высокую планку, чтобы ждать, что война будет идти очень долго, и планы у Путина глобальны. И когда ты находишься в Москве, ты просто понимаешь этот масштаб мракобесия, одурманивания, в котором находятся люди. И меня поражает, вот мы говорим, этого нет, того нет, всего нет. И у меня такое ощущение, что я нахожусь в столице малюпусникового, карликового государства, а не 46-миллионного страны. И маленький чеченский народ, не имея никакого вооружения, кроме стрелкового, не имея систем залпового огня, самолетов и танков, 10 лет вел войну с российскими регулярными войсками, и в принципе, я считаю, выиграл эту войну, потому что там залили все сначала напалмом, а потом залили все деньгами. И город Грозный сейчас самый красивый город России, и за это платят российские налогоплательщики. Но в 46-миллионной стране, в 46-миллионной стране, что невозможно найти достойных героев, солдат, армию, людей, 46 миллионов. И вопрос стоит так. Есть тактические отступления, есть стратегические проигрыши. Если это перемирие, это такая-то тактическая, тактический шаг, это хорошо. А если это уже проявление паникерства и сдачи, это плохо. И все зависит только от украинцев. Либо эта страна останется через год, и украинцы ее защитят и отстроят. Либо, если ее не будет, значит так. Я совлажен. Я считаю, что санкции работают, санкции работают, Путин испугался. Евро в России сейчас уже впервые перевалил за 50 рублей доллар под 40 рублей. Так если пойдет дело, так 100 рублей будет. Я прошелся по московским магазинам, и действительно, у меня не было долго в Москве. Цены растут, да, инфляции и так далее. Я прошелся там по магазинам, да, мне бросилось глаза, что там стало меньше каких-то продуктов. Не всех, ну каких-то, но это иллюзия, что это остановит. Мы помним время, когда мы в туалете вместо туалетной бумаги использовали газету «Правда» и «Известие». И мы помним время, когда мы по карточкам получали масло и мясо. Счастью, украинцы это не помнят. Мы, белорусы, тоже жили получше. А в России рассмеется это мясо в некоторых городах. И никакие санкции, и никакое отсутствие колбасы и сыра не остановят людей, которые одурманены и жажду победы. Павел, мы так поняли, что хочется услышать ответа. Это чеченцы, которые смогли, я знаю, что Грозный обороняло 2000 чеченцев. Разница только в одном. Если у нас страна не мобилизуется, если у нас останется все по-старому, каждый будет решать свои личные вопросы, шансов у нас противостоять нет. Поэтому сегодня... Значит, тогда не нужна этим людям страна, 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 страна Украина. Если вы не защищаете свой дом, тогда туда придут другие люди, застелятся. Вот такой вопрос и все. Должны наказываться. Потому что иначе у нас возможностей вообще никакой не будет. Потому что солдаты, которые смотрят, что они там воюют, а там всем все равно и все продолжается. Зачем им погибать? За что им воевать? И всем наплевать. И президент Порошенко не сможет отсидеться, как Ющенко на своей пасеке. Потому что если президент Порошенко обманет наши ожидания и будет себя вести не так, как он себя представлял, например, в американском конгрессе, то ему не будет места не только на пасеке, но даже в Украине и его детям. Я надеюсь, он это понимает. И понимают это министры. Я надеюсь, и понимают депутаты. Ну, неужели вы думаете, что если вы в очередной раз здравите, то вам кто-то простит? Вам, может быть, украинцы простят, но тот, кто придет, вам не простит. Мне очень неприятно передавать Павла, потому что Беларусь говорит то, что думает каждый украинец. Мы сильной нацией. Если мы будем думать категориями, что враг переважает нас в количестве и в качестве оружия, тогда мы должны выкидать белый прапор. Но украинцы всегда выиграли в войне. Если они не выиграли в войне глобальной, то они выиграли в войне партизанской. Украинцы должны готовиться к войне. И вот эти законы, которые проголосованы в Верховной Раде, они сегодня, у меня складывается впечатление, хотят заколесать кого-то и сказать, что у нас дальше ничего не будет. Это не правда. Я бы с Игорем Васильевичем хотел бы сказать, что делать. Все правильно, нужно мобилизоваться, и свободы на этом не полягала. Нужно вводить военный стан, керовать армией квалификованными боевыми командирами. Но самое главное, международная арена, ее также не нужно забывать. Мне не нравится лично, что президент Порошенко сегодня перебивает в роли прохача. Украина должна требовать у США, Великобритании гарантии территориальной ценности. Мы должны давно заявить о своем праве, но я не знаю, что украинский министры прекратят купить, например, КАМАЗы в России, как это уже было, полтора месяца назад Министерство внутренних справ закупило КАМАЗы в Российской Федерации. Вдумайтесь, страны агрессора. Говорят о коррупции. Особенно я выбрал коррупционную схему на Киевском бронетанковом заводе. И сейчас там уже сидят. Правильно говорит соратник, который вернулся из войны. По сути, что происходит? Генералы продали технику. Сейчас мы ее выкупируем за свои деньги, ремонтуем и возвращаем на фронт. Это не нормальный. За это кто-то должен ответить. Это тоже неправда. Ну зачем совсем с ума сходить? Аваков объяснил тогда, почему купили эти КАМАЗы и почему купили МАЗы. Слушайте, не в МАЗах и в КАМАЗах дело. Бог с ним. Есть более принципиальные и страшные вещи, которые происходят. Право же надо все-таки смотреть тоже на вещи. Нельзя совсем... Вот знаете, я не сторонник введения чрезвычайного положения, общей мобилизации. Но когда я слышу наших политиков, которые рассуждают о войне, они в этом не эксперты. Мне просто хочется, чтобы было военное положение, закончилось телевидение и все пошли на войну. А где мы будем работать с тобой? А мы не сможем работать и не сможем показывать то, что они говорят. Я прошу прощения, хоть у нас проснулся Вадим Карачев. Кто будет правдовать? Он очень хочет два слова сказать. Да, спасибо. А потом вам предоставлю. У меня к Павлу вопрос. Хорошая, кстати говоря, идея. И где-то я соглашаюсь с чем-то. Но у меня такой вопрос. Сколько погибло в Чечне чеченцев? Очень много. Сколько? Ну, конкретно. Но мирного населения, говорят, более 100 тысяч погибло. Более 100 тысяч. Ну, где-то 300 тысяч есть, как минимум. Даже больше. Это из маленького народа, да? Да, из маленького народа. Так вот, у меня вопрос. Там города стрелись за землей. Нет, мы готовы к тому, чтобы у нас погибло около миллиона украинцев. Мы готовы к тому, чтобы... Дмитрий Сергей, мы готовы... Подожди, я спрашиваю. Я вам отвечу. Я вам отвечу. Мы готовы к тому, чтобы Киев бомбили, как Грозный. Нет, подождите, секундочку. Нет, нет, нет. Можно продолжать этот отряд. А мы готовы к тому, чтобы падала ядерная бомба и погиб весь мир. И, конечно, мы скажем нет. Можно спросить как? Вы готовы воевать? Скажем, готовы. Я выберусь быть рабами, а вот уродися по перемоге. Если мы нация арабим, то мы нация арабим. А если мы нация казакин, то мы будем отфактовать перемогу. Но правда еще состоит в том, это же известно, это же каждый украинец, он должен был впитать с молоком матери. Если бы российские войска вошли в мае, они бы дошли уже до Киева. Каждый день работает на Украину. И именно мужество украинских солдат, украинских батальонов, украинских добровольцев останавливает продвижение сепаратистов. И российские солдаты играют точно так же, как и украинцы. И вы знаете, как бывает, когда с марта заходят и обстреливают градами боевики, и в ответ начинают стрелять украинской армии, и они часто идут параллельно. И как только пересекаются, русские отходят, потому что они тоже не хотят погибать. Понимаете, но если вы не будете защищать свой дом, то вы будете его тогда защищать. Кто сказал, что не будем его защищать? А я говорю, сколько вагинет? А кто сказал, вы можете держите, 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 держите. Но вы защищаете свою землю, вы на своей земле. Ну скажите, вы что, ее не защищали уже? По разному бывал. Но я его всегда могу открыть. Я хочу вернуться снова к Комсандинску. Но мы с паном Евгеном договорились. В связи с тем, что когда я говорил, меня полностью закричали, я отримал СМС. Вы мне пообещали 2 минуты, 30 секунд. Время пошло. 5 позиций. Время пошло. Про законы. Я пришел говорить про законы. Я не есть фаховец из других вопросов, кроме законов. Мы не говорили про два законы, потому что они в сукупе. Один закон про особливый статус, особливых регионов, особливого и всего другого. И другий про звольнение от криминальной ответственности всех тех, кто убивает мир украинской нации, представленный передовсюм Зволеной Галичины. Мы не говорили про то, что эти законы, а тут есть молодцы, они не знают нашу историю. В парламенте нашему никогда такого не было, чтобы голосовалось отъемно от народа. Это первый раз, и это за Порошенко. Это первый раз было черное табло. Мы никогда не говорили. Черное табло впервые. Черное табло первое за 23 истории. Роки нашего парламента. Это злочин. Третья позиция. Третья позиция. Третья позиция. Сергей, вы добыли выездные заседания в Горяном парламенте. Вы много чего забываете, когда это выгодно. Понимаете? Я хочу говорить сам. В нашей истории нашего изнасилованного парламентаризма было очень много. И было и во времена вашего правления. Я прошу говорить сам. Хочу. Третья позиция. А я не хочу. Будет кто-то, что у Головатова там вы будете говорить сам. Третья позиция. Вы вкрали 30 секунд. Третья позиция. Николи такого не было. Это был одностайный экстаз. Комунистов, регионалов, партии Порошенко, фронт Яценюка и Турчинова, партии Удару Кричка. Все разом проголосовали за то, чтобы дать особенный статус и никого не притягивать до криминальной ответственности за тех, кто поклав свои головы от украинской нации. И четвертая позиция. Это законы, авторы их, этих двух законов. Два. Путин и Порошенко. Это именные законы. Они их написали, они их протягли. И тому пятая позиция. Я пропоную. Сергей, уже очень много оппозиции. Пятая. Я пропоную депутатам, кто засудит, то это ганебное действие. Взверниться, будь ласка, до консульционного суду. Я готовы представлять это подание. Да, Сергей, все понятно. Это был рекламный ролик человека, который ищет себе работу. Дайте микрофон. Законный порядок. Микрофон. 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 Вам дякую. Две с половиной минуты. Давайте отойдем от политиков. Вы дали две с половиной минуты. Вы дали две с половиной минуты. Свою новое место, новая жизнь. Сергей Сергеевич, я хотел бы пообщаться с людьми, которые стоят у нас по периметру. Это молодежь. Секундочку, это же неправда была. Ну подождите. Я не скажу правду. Действительно. Человек говорил неправду. Потому что в законах абсолютно четко, и это подтвердят оба мои коллеги депутаты, оба четко написано, что попадают под амнистию исключительно люди, которые в течение месяца сложат оружие и не брали участие в преступлениях. Которые не расстреливали, не насстреливали, не были террористами. И это там четко написано. Зачем слушать неправду? Вот. Давайте на этом закроем. О-о-о. Потому что вы думаете, что амнистия, это те, кто засудили. Потому что вы, юрист, вы не можете говорить о неправду. Пан Фискун, скажите, пожалуйста. Пажу. Амнистия, это те, кто уже засудили. Правильно. Амнистия, это что не судите взагалі никого. Правильно. Амнистия застосовывается только для людей, которым предъявлено звинувачение. Або выведете это звинувачение за злочины. Не можно угодно застосовывать амнистию до региону. Не можно. Я не знаю. А не притягнуем будет повезда. Покажите. Неправда. Вопрос из зала. Я наставил. Я наставил. Вопрос из зала. Вопрос из зала. Вот тут молодые люди у нас. Господа политики, послушайте своих избирателей. Избиратели. Так, тихо. Слушайте и выигрывайте с избирателями. Молчите. Подождите. Это ваши избиратели. А я наставил. Добрый день. А я наставил. А я наставил. А я наставил. Алексей хотел задать к нашим приближенным куластью. Кто-то пошутил, а вы серьезно говорили. Нет? Он отключен, да? Нет. Вы просто в зале. Работайте, работайте. Да послушайте, еще выборы не прошли. Вам уже на избирателей наплевать. Помолчите. Ну на вечер. Слушай. Приближенном куластью партия. Вот так вы написали на поля. Пожарный вопрос. Могли, не могли, сможем, не сможем. Мы победить, да, российскую армию, которая идет к нам, да? И там до передышки или сейчас во время передышки, то есть все равно становится вопрос, а какие все-таки стандартные мероприятия по гражданской обороне у нас происходят? То есть очень загадочные они у нас происходят, потому что декларативно у нас вроде как рассматривается швейцарская модель армии. У нас вроде как декларативно производится ряд мероприятий. Ну мы, у нас в обществе почему-то такой вот страх, да. Наверное, мы когда боимся идти на экзамен, мы боимся. Ну вопрос понятен. Я не могу говорить, что готовимся ли к войне? И кто это делает? И проект бюджета передбачает, что до войны мы не готовимся, до территориальной обороны тоже. Нет, треба обовязково вводить... Где военные сборы? ...навчание всех молодых людей до войны. Обовязково. А деньги где, спрашивает господин Карасев. Я ответил, где они есть. Да выходные дни могут позволить себе территориальную оборону. Когда огромное количество моих друзей в субботу, в воскресенье с удовольствием приедет учиться на полигон. И я в том числе. Мы живем в Украине, это в состоянии войны. Тому нам не подходит порівняння с другими мирными країнами. Мы не перебиваем в состоянии войны. А в чем мы перебиваем? Игорь Масичук, я не трюкал. В состоянии АТО. Мы должны помнить, что рабов дарают не встать. Мы должны, первое все, вернуться к нации, мобилизовать нацию. И я переконан, что мы получаем такую количество патриотов, которая сформует войско. Его нужно вышколить. Выбернувши коррупцию в оборонпроме, его нужно озброить. И тогда ни одна армия не будет загарбовать наши территории. У меня есть товарищ в батальоне ОЗОВ. Белорус по национальности, гражданин Российской Федерации. Если вы там были, вы понимали, про кого я говорю. Он военный спец. Он воюет против Путина. Он сказал, что я хочу, я готов. Я буду навчать ту колькість людей, яка прийде. И ОЗОВ вырисовывал полк. Правильно я кажу? Правильно. А где другие батальоны? ОЗОВ единственный. А где другие батальоны? Пап, человек не может отвечать за другие батальоны. Пожалуйста, я давно обещаю дать слово Сергею Власину. Секундочку, секундочку. Я дам ответить. Министр внутренних справов, вам не давал формовать батальон Украины. Не давал. Значит, не давал батальона. Вот он был сформованный батальон Шахтар. У него потрапала, подождите, у него потрапала частина негидных людей. А вот те, кто был за ЗОВом, под Новоазовском, под Иловайском, залишились. И сейчас сформированный батальон Девы Марии. Это вовсе. Мы поняли. Спасибо. Давайте, я хочу дать ответ на абсолютно корректное запитание. Вы знаете, я еще раз повернусь до той тези, с которой я начинал. Мы должны в эти тяжкие часы говорить правду. Если у нас есть агрессия с боку Российской Федерации, мы не должны соромнезливо говорить, что у нас АТО против террористов. Мы должны сказать конкретные вещи. Когда мой коллега Игорь Мярошниченко, я его поддерживаю, говорить про военно-стан, это не оголошение войны России. Это способ организации государства военно-агрессии на ней. Это означает, что у нас вместо СБУ, МВД, ГПУ, ШМБУ будет руководить один верховный командующий. Будет ставка верховного командующего, и не будет разно-бой. Это первое. Второе. Будет одна людина отвечать за постачание в армию. Это, про что коллеги говорят, чего им катастрофично не выстречает. Эта же людина будет отвечать за научение громадское. Их почему нет? Потому что сегодня за это никто не отвечает. А с выборами как будет? А до этого есть закон, есть проект закону. Во-первых, я считаю, что это конституционная норма. Это конституционная норма. Это конституционная норма. Позвольте, продолжите. Я бы заказал, лежит в парламенте законопроект свободы, который позволяет проводить выборы во время войны. Я не согласен с тем, что во время войны мы должны проводить выборы. Мы должны заниматься отбором агрессоров. Сергей, извините, Ирина Карпа хочет вам ответить. Да, пожалуйста. Это не знаю роли. Это мы чувствуем всем. Это очень крайний популизм, заперечивать выборы. Выборы нужны для того, чтобы обрати новых парламентарей, обрати новую владу. И не допускать того, что сейчас Укрспецэкспорт уклав угоду на придбание автовки, я не знаю, шкода какая-то там за 800 тысяч гривен. Это что такое? Это коррупция, это прямая ответственность уряду. Уряд поганый, его нужно заменить. Для этого нужны выборы. Но еще раз, важно, важно, Ирина, это... Только сдается мне что-то новый парламент, который будет выбран. В результате будет такой парламент, чтобы как-то мало не покажется. Ти депутаты, которые хотят воювати, значит, они должны откласти выборы и все, и идти воювати. Ти, кто хочет брать участие в выборах, они должны брать участие в выборах. Но в никакой разе не ездите на передовую и не фоткайтесь на Поніграде. Командиры просят, кандидаты и депутаты, не приезжайте на передовую. Мы заради того, чтобы обеспечить вашу безопасность, снимаем снайперов с боевых точек. Для того, чтобы я, как командир этого подраздела, куда приперся, депутат, фотографироваться, я могу просто снимать важные объекты. А питают, ну, в разговоре с одним кандидатом я говорила про это, просила, предлагала одну такую очень радикальную партию не ездить и не фоткаться туда. А мы хотим привезти бронежилет, который там чешет, то командиры просят, будь ласка, вы тут на мирной частини, берите гроши, купите бронюки, все еще. И гай кто-то, кто не е депутатом, кто не е кандидатом, проста людина, возьмем и привезем его на передовую. И если дозволите, Игорь, дозволите, я хочу сказать простую речь. Я сгоден, что сегодня война, на жаль, стала великим пиар-майданчиком для декого из политиков. Но вместе с тем, я хочу сказать, что именно благодаря выборам и благодаря тому, что политики хотят пиариться, они же не просто так приезжают туда на передовую, они привозят из собой забезпечения, то хай они туда ездят. Но я вам также разумею с тем, я хочу сказать, я туда ездил и буду ездить, не потому, что там выборы, а потому, что там наши побратимы, потому, что там мои друзья, там украинцы. И каждый день они обратятся к нам, чтобы мы им допомогли. Сегодня мы, как часть депутатского парламента, депутатская фракция, которая имеет только 36 человек, мы не можем проконтролировать, куда идут эти 63 миллиарда гривен, миллиарды, все же таки, перепрошу, которые выделены на оборонку. Но мы можем сегодня забезпечить тех людей, которые сегодня там воюют, с властных кишень, с кишень волонтеров. Поэтому я считаю, что мы тут ищем. Но это тоже, наверное, нужно пожить и с хлопками. Игорь, давайте послушаем Ирену, которая хочет что-то сказать. Она получит, она, да, задала мне присутствующим очень важные вопросы. Я могу сказать, что говорят солдаты, когда я туда приезжаю. Я знаю, что они говорят. Игорь, поверьте мне, Денин, Алексеевич, пожалуйста. Я задала вопрос нашим найнятым менеджерам. Ну, в общем, кто есть политики, давайте не забывайте. Мы стояли в зиму на Майдане, за что? За то, чтобы понимать, кто такие политики, эти хлопцы работают на нас и с вами. Понимаете, так, мы их не выборцы. Я хочу отримать... Идем. Я хочу, я не голосовала за свободу, но я все равно могу не хорчать. Я хочу, так, отримать конкретную ответственность на запитание. Что делать с тем, у кого родители сейчас есть в полонии? Что делать с государством? Чи есть государственная программа обмена полоненными? Можно я скажу? Можно? Дивите, сейчас вы задали очень серьезное вопрос. Что делать с полоненными? А если, например, мы сейчас меняем полонени один до одного. Я считаю, что это неверная позиция. Нужно требовать полного освободения всех полоненных, которые находятся незаконно на территории России или Украины. Доброе, у меня брат в полонии. Что я делаю? У меня конкретная ответственность. Я вопрос, что делать практически? Когда закончатся полоненные от ДНР, то наших украинцев не отпустят, потому что меняют один на один. Понимаете? Что делать родителям полоненными? Я скажу, а вот треба брать новых полоненных, и тогда менять. И этим приближать мир. Даже мы на них в городе не отпустим. И этим приближим мир. А вот треба выважать через Международный червяный крест, через ОБСЕ, чтобы отпустили всех наших хлопцев и девчат, которых забрали незаконно. Господин Пискун, у меня только один вопрос. Сколько войн вы выиграли? Давайте я вам извините. Сколько пленников вы взяли с вами лично в полонии? Я хочу сказать. Ни какой призвиборчей риторики нет. Дякую, Светлана Михайлович. На сегодняшний день есть горячая линия Министерства обороны. Все люди, которые сейчас в полонии, они взяты на облик Министерства обороны. Это люди, которые находятся в полонии и от Збройных сил, Национальной гвардии, и от добровольных территориальных обороны. Что до них проводится работа, что до их обмена. На сегодняшний день обмена и звольнение. Потому что одним из пунктов этого плана есть звольнение всех заручников и всех людей, которые находятся в полонии. А можно узнать хоть немного, что конкретно? Вот какая это работа по освобождению? На сегодняшний день звольнено больше 1600 людей. Работа эта продолжается. Эта работа очень и очень скрупулезна. Эта работа не может быть абсолютно публичной. Потому что работа это переговоров, переговорных групп, переговорных майданчиков, на которые решаются очень сложные вопросы. Поэтому, первое, обратитесь к горячей линии Министерства обороны. Обратитесь к тому же пан Дмитро Демчук, который абсолютно четко знает эту горячую линию. И рядом, я не вижу его, он пішел. Да, он пішел. Он не выдержал этого. Да, ну, звертайтеся до информационной информации. Да, ну все понятно. Да, спасибо. А у меня вопрос к господину Пескуну. Вы так только что активно давали советы, что нужно делать. Вы находитесь в одном списке с господином Богуслаевым. Идете на верху номера человека, который обменяет оборужение с Россией. Давай, я скажу, все тоже важны вы пытались. Я хотел бы... Звытайтесь, я... Сейчас дут себе взлетные двигатели, да? Так, ну, что я... Иван Допомоген. Или вы можете его оправдать? Иван Допомоген. Погодите, секундочку. У нас... Я не хочу... Опять хор. Опять хор. Опять хор. Но я все-таки хотел бы... Я хотел бы, чтобы вы все-таки ответили. Господин Богуслаев, который вместе с вами в одном списке идет на Верховную Раду, обвиняется в том, что он продает двигатели вертолетов военных России. Вам комфортно с ним в этом списке или нет? Абсолютно не комфортно. Боже, да что ж такое? Вы мучаетесь. А зачем вы так? Я поднимаюсь все-таки. Не мучаю тебя, зачем вы так? Да, они... Але... Я все-таки... Ну, можно... Так, чекайте. Слухай. Вот вы знаете, вот вы знаете, сейчас у нас опять хор пошел. А вот я сегодня... У меня уже, честно говоря, многие вещи. Ведите вас, будь ласка, гарно. Я вас прошу. Вы же не в этом. Кулырочку, дозвольте. Не-не, вы зрозумеете, да? Прочитал сегодня в Фейсбуке, я уже не помню. Так я про Богуслаева. Ну, вопрос. Вам некомфортно, мы уже все поняли. Не нравится Богуслаева. А мне интересно, нравится ли господину Константиновскому это? Один вопрос. Мои многие люди говорят, о чем мы сейчас говорим, что мы делаем, чтобы Богуслаев оставлял двигатели для украинской армии и чтобы они вбили наших захватчиков. Вот моя задача. Это нам очень поможет. Минута, Галиплава. По поводу списков и по поводу пленных. Я не стесняюсь вам сказать, что поставить Надежду Савченко первым номером список это усложнить ее освобождение, повысить цену этого освобождения. По этой логике нужно было всех раненых, кто без рук, без ног. Ставить список, ставить список. Это цинизм вообще высшей марки, высшей марки. К сожалению, это абсолютно право. И ее менять надо будет не на одного пленного, не на двух. Я хочу ответить, что это принциповое питание. Это принциповое питание. Пожалуйста, в следующей части программы, ну, к сожалению, реклама. Спасибо за аплодисменты. Мы переходим к третьей части, заключительной части программы «Черное зеркало». Мне бы хотелось вернуться к тому моменту в нашем разговоре, если кто смотрит нашу программу с самого начала. Помните, в конце первой части, перед первой рекламной паузой, к сожалению, покинувший нас Виталий Сич, у него срочные дела, сказал о том, что все-таки хотелось бы поговорить не на уровне предвыборных лозунгов, а на уровне каких-то содержательных, альтернативных предложений, альтернативных политики, которые проводятся. И вот я обещал перед перерывом, тщетно, точнее, пытался перед перерывом, когда здесь опять возник трагический, почти греческий такой хор, из разных голосов, оппонирующих друг другу, дать слово опять Вадиму Каращеву, который, собственно, хотел продолжить. Евгений, извините, у нас связь с комбатом, у нас телефонное включение сейчас может сорваться. Ну вот тебе раз, вот тебе раз. Это хорошо. Вадим, но вы первый после этого, да. У нас с вами на связи на телефонной, да, я так правильно понимаю? Сергей Минильничук, командир батальона Айдар, из Счастья. Сергей, здравствуйте, вы нас слышите, я надеюсь? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте сначала вы скажите, что сейчас в Счастье происходит, которое обстреливалось уже несколько дней до этого. Вы прямо в Счастье, да, правильно я говорю? Да, я в Счастье, на месте дислокации батальона. Обстрелы... На данный момент тихо. Вчера вечером немножко подстреливали, днем обстрелы были, долетали прямо к нам в расположение некоторые пульки, скажем так. и осколки. А так, они нас обстреливают, мы отвечаем иногда. Два дня назад был хороший минометный обстрел, где попали в ТЭЦ, сгорели два трансформатора, было аварийное отключение северной части области, это полностью обесточено было, ну, от, получается, севера Донецка, Лисичанска, рубежные, и аж под самую границу с Харьковом. Вот, это все было обесточено. Сейчас мы знаем, свет уже восстановлен, да, Сергей? Да, целую ночь тогда работали ремонтные бригады, пожарники, вот, личный состав вооруженных сил, ну, мы себя оппозиционируем, как вооруженные силы, потому что мы есть таковые. Вот, к утру подали свет на, сейчас, на ту сторону, потому что там были шахты, шахтеры остались под землей, и шло затопление, поэтому максимально быстро мы туда подали, ну, скажем так, к 11 часам утра уже было запитано город счастья и остальные регионы. Понятно. Сергей, у нас к вам очень важный, возможно, сложный вопрос, вот, есть ли российская армия, которая сейчас стоит перед вами? пойдет в наступление, сейчас на вас. У вас есть силы их остановить или нет? Вы сможете это сделать? Скажем так, по данным разведки, я российских войск здесь не видел, есть сепаратисты, но они могут прийти, границу для них перейти, сейчас плевое дело. Да, согласен. Есть чем остановить, есть боевой дух, мы готовы к этому, отсюда мы не уйдем, мы будем держать эти рубежи однозначно. В принципе, все-таки рассчитываю на то, что мирные переговоры достигнуты будут и города, и села, которые находятся за той буферной зоной, в которой мы сейчас находимся. Это все будет наше, наши земли будут нам возвращены. Сергей, простите, пожалуйста, здесь ваша тезка, депутат Сергей Власенко хотел бы вас о чем-то спросить. Сергей, скажите, пожалуйста, а чему вы вважаете, не дотримаются перемирия? Как вы вважаете, чему? Я думаю, я думаю, что это домовленности на верхах, а внизу там свои домовленности полевых командиров по-своему это рассчитывают и тому идут такие бои. Я думаю, нужно домовляться на верхах. Потому что нам за проголосованные законы обещали мир, а его нет. Но вам же Сергей объясняет, что мир, по его мнению, не придерживаются тех, кто не решает эти вопросы. Какая война, такое перемирие. Гибридная война, вот и перемирие гибридное. Давайте попрощаемся с Сергеем. Нет, уже связи нет. Сергей, спасибо вам огромное. Держитесь там, пожалуйста, мы с вами мысли. А, не мысли, извините, не удается удержать связь. Да, пожалуйста. Я все-таки возвращаю микрокол. Как раз вот это органично, вот следующие такие размышления. Знаете, вот в чем подлась ситуация? Что у нас сейчас и не войны, и не мира. Знаете, армию распустить. Вот в 18-й год, как Троцкий говорил, не войны, не мира, армию распустить. Армия непонятно. А чего делать? Вот надо определиться. Либо мы воюем, мобилизация, либо мир, и мы работаем, тоже мобилизуемся, потому что, ну, говорилось о военной мобилизации, а почему мы не говорим о том, что нужно мобилизоваться на реформы. Вы готовы сами на фронт пойти? На реформы? Нет. Если мы, действительно, у нас будет война, нужно будет защищать, то это придется всем делать, это гражданский долг. Но если мир, если мир... Вадиму Карасеву. Ну давайте, ну а что делать? Ну а что делать? Я уточняю. Да. Ну а как? Ну куда мы можем с этой подводной лодки все? Так? Но если мир... Ну он танки не будет подрывать, а будет, например, газету делать в боевую. Если мир... Да, найдется работа. Зачем, да, зачем на верную смерть отправлять человека, который не готов к профессиональной военной деятельности? А он ведь вы не знаете его таланты все. Страна... Я, кстати, мотострелок по военной специальности. Командир роты. Так что я могу тоже... Вы сдали себя только что с потрофами? Сдали? Ну почему, это же как бы на... А я хочу быть к руировым ветеранам. А вы видите, что все присутствующие здесь, кто-то пойдет на фронт. Я хочу вот что сказать. Мы разбалансированы. Надо все-таки четко для себя определить, что мы хотим. Или реформы сейчас. Почему мы не говорим о реформах? А почему мы не говорим о реформах? Потому что мы говорим о войне. А делать их надо. Потому что мы говорим о войне больше. А надо говорить о реформах. Тоже. А почему их нет? Это не вопрос. Это правильно. Потому что... Ну что? Потому что... Подождите. А потому что, скажите мне, за кем охота была во время подготовки партийных списков? За комбатами, за военными, но не за экономистами. Потому что такая мода. Такие времени. Вот так вот. Поэтому надо все-таки понимать одну вещь. Воевать надо с сильной экономикой. Вот говорили о территориальной обороне, резервистов. Только богатая страна. Давайте поговорим о том, кто запомнил реформу прокуратуры. Все надо реформировать. Все что? Армию надо реформировать. Прокуратуру реформировать. МВД реформировать. Экономику реформировать. Страму реформировать. Ну что таки. Поэтому нам нужна мобилизация. И военная, и мирная, и экономическая, и формируетная. Это не я решаю. Это должны депутаты. Я еще раз говорю. Мы должны сейчас быть мобилизованы. Страна не может развиваться в разные стороны. Верховная Рада. Президент выдаёт указ, Верховная Рада принимает. Сергей, продолжите. Что до военного стану, вирішує президент Украины, который выдаёт соответствующий указ, и лишь потом Верховная Рада может его поддерживать или не поддерживать. Но, что до реформ в экономике. На жаль, мы делаем выгляд, что у нас ничего не происходит. Мы не можем проводить нормальные, цивильные реформы в экономике, когда у нас не решено вопрос с военно-вторгом с боку России. Поэтому, когда задают вопрос, какой есть выход, какая есть альтернатива... А как в Израиле, который с 1948 года воюет практически? Но я вам скажу больше. Когда в Израиле есть открыта стадия войскового конфликта, там тоже по-иншому все работает. А в банкоматах деньги не заснять? На каких-то территориях так. Сергей, Сергей, можно я закончу? В Израиле, один человек, который не служил в армии, не занимает, не будет чиновником. Что до комбатов? Что до комбатов? Если вы почитаете биографии депутатов, там одни экономисты, юристы, и все штабы, они всю жизнь ничего не сэкономили, все у нас юристы, все экономисты. Две страны, которые являются самыми большими получателями американской помощи. Ежегодно 4 миллиарда долларов. Тем не менее, там все, девушка в 16 лет ходит на патруль, если в первую, самую главную, возможно, войну за независимость. Израиль выиграл, не получая насуга американской помощи. Они выиграли войну сзади, когда? Они войну выиграли раньше. Потому что была идея создать израильское государство. Это государство 8 миллионов. Вадим, у нас есть темы, которые прописывали, по которым вы развили экономисты. На своем-то они учатся. Вадим, все, 7 года, недели. Все прописывали экономисты. Можно, вот скажите, почему наши хлопцы должны идти умирать за страну, где процветает коррупция, где нет судов, где нет прокуратуры, где нет реформ, где люди боятся ночью выйти на улицу, потому что их могут ограбить, где нету защиты человека. Вы сейчас на депутатах. А все-таки кто-нибудь может здесь попытаться хотя бы сформулировать какие-то альтернативные предложения? Пожалуйста. Первое. Что нужно сделать? Нужно изменить формат переговоров. Мы сегодня ведем переговоры с ДНР, ЛНР в Минском формате. Треба повернуться до Женевского сильного формата переговоров, когда с нашего боку за столом переговоров сидела Европа, Соединенные Штаты Америки и Украина, а с противоположного боку, как участник переговоров. А если Европа и Америка... Россия сидела... Европа сама потихоньку. Можно я закончил нашу... Я же никого пока не перебивал. Это просто выводящий вопрос, а если они не хотят? А по мне, Европу Минский формат более чем устраивает. Поверьте, и у американцев, и у европейцев такие божания есть. Потребно божание Украины. Сегодня Украина... Вы хотите сказать, что Европа хочет принимать участие в Минских переговорах, а Украина не пускает? Нет. На жаль, формат перемоги изменила Украина. Россия изменила. Я уважаю. Россия требовала, чтобы на переговорах были представители террористических организаций. Я говорю сами с собой, извините. Да, пожалуйста. Я хочу Сергею допомогти. Вот только, что буквально было поведомление, мы возвращаемся к Женевскому формату переговоров. И сейчас я участниками, членами этих переговоров. Так что вас слышали, Сергей. Это добре. Вы слышали. Украину слышали. И в Украине слышали. Это очень классно. Больше того, когда вы говорите про альтернативные пропозиции, я хочу вам сказать. Кстати, мы говорим про внешнюю агрессию и про внешние загрозы. Но, на жаль, мы должны честно себе сказать. Главные загрозы внутренние. Вот тут. В стране. И вопрос в том, что мы можем выиграть эту войну, только сгуртувавшись сиризом. Сиризом сгуртувавшись. Какие загрозы конкретные? Загрозы очень серьезные. Тут загрозы очень страшные. Загрозы корупции. Загрозы не реформированы и коррупционные суды. Загрозы не изменена прокуратура. Загрозы страшная милиция. А сейчас, Ирена, я вам хочу сказать очень просто. Сейчас в этом парламенте только под палающими шинами продавили закон про люстрацию. А закон про антикоррупционное бюро никто не хотел принять. Не продавили. Восемь людей сбил, не проголосовали закон про антикоррупционное бюро. Шесть месяцев мы слышим последнее, да? Не проголосовали. О том, что нам нужна борьба с коррупцией. О том, что нам нужно делать. У всех дьякных думателей прекрасно для Ирена Карповна. Этот парламент – найбільший тормоз для реформ. Если его не измените, ничего не нужно. А новый будет лучше? А новый будет лучше? А у нас? А у нас? А у нас будет новый парламент. Еще раз риторический вопрос задаю. У нас нет парламента выбора только два. Або он делает реформу, або его расстреляет. Если позволите, я бы хотел обратиться к плану, а не к риторике какой-то. Первое. Повернение до женевского формата переговоров. Никто никуда не возвращается. На жаль, в США мы заместь статусу, специального стратегического партнера повзнато. Мы получили отмогу. Никто, на жаль, так как работаем, мы сьогодні не сядем с нами за стил переговорить. Израилем не будем. Это первое. Другое, что нужно сделать. Нужно построить специальный порядок формирования, принятия государственных решений в течение военной агрессии. Юридичною мовою это называется запроведение военного стану на окремых территориях Донецкой и Луганской области, которые стали частью агрессии. Третий. Это тактичные вещи. Третий. Треба начать перебудову экономики, но, на жаль, перебудовувати ее в сторону подвищения військово-промослового комплексу, потому что мы без этого не сможем нормально поставить нашу армию. Четвертое. Если мы говорим про стратегическую перспективу, мы должны понять, что, на жаль, в этом мире Украина самостоятельно не может протестировать таким величезным армиям, как Российская. Есть две системы коллективной безопасности в мире. Первая – это Певнично-Атлантическая, она называется НАТО. И вторая – это Российская. Я за то, чтобы мы приедалися к системе коллективной безопасности, которая называется НАТО, которая обеспечивает нам в дальнейшем стратегический защит. Если мы не поменяем отношения, если эти люди не будут поддержаны, если про них забудут, то в следующий раз проявлять вообще никто не пойдет. Потому что сегодня надо ждать справки. И сегодня эти люди недооценены, их семьи страдают материально. И если это неизменно в компенсацию социального спорта, армии не будет даже если мы будем НАТО, то никто не получает. Я не слаблюсь. Почему? Для того, чтобы был ВПК... Как работает ВПК? На низких кредитах. Не на таких кредитах, которые сегодня банки дают. Значит, должна быть другая финансовая банковская система, для того, чтобы развивать свой отечественный ВПК. А как этого добиться? Надо, чтобы экономика была, кругая совсем. Вы понимаете, какие задачи стоят перед страной? Внутричнее обороны замолвания. Для того, чтобы вы получили... Внутричнее обороны замолвания. Я скажу, я скажу, это задачи другого масштаба. И нынешний политический класс не готов к таким задачам. А можно я вам... Можно я вам дам, Вихович? А я не знаю, что можно взять. Я знаю, как это можно сделать. Я прошу вам обороны сменцев. Викторий, за чиновник, это сказать. Очень просто. Мы берем бак и засовываем туда чиновника, и тогда все у нас в стране меняется к лучшему. Берем... Былое детство, был пир, Запорожье. Сегодня, сегодня, я тут засунула одного, а завтра засуну тебя. Завтра засунула меня, если я буду ворвать деньги, или вступлю в партию регионов, а потом буду участвовать в жилье. Это картинка для Москвы. На кого вы работаете? Это картинка для продажных чиновников и профессионеров. Вы работаете на Москву, когда вы ждете шины после Верховной Рады. Нельзя это делать. На Майдане ж Глішини, те, кто работает на Москву. Я могу стоячи насправді, но как можно его запхать в мусорный бак? Он тут один из двух человек, которые пойдут на войну, на отличие от вас, насправді. У меня было вопрос, почему досы не звольнили суддей, которые выправдывают и отпускают сейчас злочинцев, тех, кто руководил выставками на Грушевского? Они нужно судить! Чому? Они нужно не звольняти! Я знаю, сколько их сейчас сейчас теперь, чтобы судить. Не звольняти, судить надо. Для этого их нужно порушить справа, арестовать и судить. И еще по 5 миллионов за каждого типа звольненного берут собі. Дуже дручен. Окей. Но, друзья, я сейчас вертаюсь до вас. Все, кто научился очень много чего в зиму на Майдане. Мы очень хорошо кидаем коктейли Молотова. Мы очень хорошо пали машины. Мы сейчас научились в таком ноу-хау, как катание в мусорных баках. Это так же прекрасно. Поэтому не стоит зволькаться. Народ очень быстро дойдет к самосуду, не смотря на то, что это условия войны. А вы думаете... Спасибо. Могу ли я попросить? Минутку внимания. Просто такая очень интересная вещь, информация, которой я хотел бы со всеми поделиться. Чуть-чуть, наберите терпение. Господин Аваков, министр внутренних дел, написал у себя в Фейсбуке. Я хочу процитировать. Это дальше кавычки открываются, и дальше слова господина Авакова. Вынужден реагировать на прочитанное. Смолчать подло. Гелетей. Среди комбатов в партийных списках Немая справжних героев. Да, товарищ министр, генерал-полковник, я точно знаю, все настоящие герои работают в вашем штабе, в вашем аппарате снабжения войск. Уважаемый коллега, вам бы воздержаться от таких сомнительных рулат. С начала боевых действий в системе добровольческих батальонов МВД погибло более 70 человек. Более 300 ранены. Среди них и командиры подразделения. 38 бойцов пропали без вести. Так что не смейте для красного словца поминать походя отважных ребят. Я этого не потерплю. Это недостойно, нечестно, это ложь. У меня есть предложение, давайте... Что создание добровольческих батальонов в начале АТО было ошибкой. Ваше высказывание выходит за рамки военной и человеческой этики. Десятки тысяч солдат и командиров на передовой из вооруженных сил нацгвардии, батальонов МВД и пограничников заслуживают большего уважения. Извинитесь. Честь имею. Министр внутренних дел, старший лейтенант... Я предлагаю проверить, что из них имеется в прямом эфире. Мы попросим сейчас нашу режиссерскую группу вывезти нам по телефону и Гелицея, и Авакова. И пусть они выяснят все отношения. Дайте микрофон, пожалуйста. Я знаю, что хочу сказать. Евгений. Вот у меня вопрос. Как можно говорить о защите страны, если в этой стране вот так ругается министр обороны... Жоден министр не мог прав таке робить. Жоден министр не мог таке робить. Шанова товарища, мы сейчас получили яскравый приклад того, когда боевых командиров батальонов, которые прошли войну, которые видели смерть в очи и смотрели в очи, используют политики. Это яскравый приклад того, что категорично делать не можно. Я очень уважаю каждого боевого командира батальону, так же как каждого солдата, который прошел эту войну. Но я очень боюсь, что в будущем парламенте этим боевым командирам, так как и деяким журналістам, могут закрыть рот. И они не смогут высловить свою позицию. Очень не заценивают. Я категорично против того, чтобы политические силы использовали как данную модель комбат. Их не используют. Я вам могу сказать, посмотрите, сегодня политические списки прикрашают и пытаются прикрасить комбатами. Это неправильно. Это цель политики. Я не хочу хвалиться, но в свободе есть один комбат. Но этот комбат, пятый номер списка, Алексей Миргородский, это руководитель областной организации Харьковской. Это человек, который держит света, который плечо-плечо нашей партии не один год. И именно поэтому я говорю, друзья, не нужно использовать политиков, в политике журналистов. Вы сами журналисты. А я идеологично всегда буду... Вы сами журналисты. Юрий, я все понятно. Я все же... У меня было маленькое обращение. У меня все же маленькое обращение. Господа Ватову и гильотеи, которые сейчас начнутся на свято-плечо. Не выходят. У меня есть представником политической партии, которая народена на Майдане. И это правильно. То есть, если журналисты створят свою идеологическую силу, политическую, идуть послідовно. До влады это одно. Если вы их используете, закрываете им рот проходными местами в списках, это просто иное. Я еще раз напоминаю, я сейчас хочу обратиться к господам Гиллитей и Аваку. Вот вы можете увидеть. Господин Аваку, господин Гиллитей, миллионы зрителей. Давайте не устраиваем базар. Да, почему вы их используете. Вы меняете по себе отношения. Таким образом, ледом назад они не были комбатами. И нужно смотреть на каждого человека, что на себя представляет. Это не нужно делать для страны. Ради страны мы будем понимающими. Ради страны, я вас очень прошу, не набирайте одного, набирайте другого. Это абсолютно дикунство. Когда два министра сварятся через интернет, когда премьер-министр Ясенюка завтра подадит на звільнение обоих поверхностей. Это ганьба. В час войны два министра сварятся. Все, порядка. Игорь Васильевич хочет продемонстрировать ганьба. Тихо, тихо, тихо. Вы представляете себе, что на фронте происходит? Если они в штабе ругаются, то что командиры ничего не делают? Давайте уважим коллеги, которые сейчас отвечают до дозвон до министра внутренних дел и министра обороны. Давайте уважим участников нашей программы, которые очень просят нас не выносить вот этот ссор из СБ на всеобщее народное обозрение. Тем более, что я думаю, что в Фейсбуке их уже все равно не остановить. Я думаю, что Гелитей, конечно, не Цицерон, но на самом деле он высказывает не так жестко, как Валер. Давайте не будем обговоривать этот вопрос. Это правильно, что не дозвонились. Давайте повернемся до обговорения возможностей вырешения конфликта. Это сейчас набагато, набагато важливейше. Извините, что перебиваю, Сергей, но согласитесь, если бы такая история в любой стране случилась, я с вами погоджусь, а давайте отставку обязаны уйти. Хотя бы отставку можно не понять. А давайте пропускаться. Для этого нужно, чтобы честь имею было не просто, знаете, как привет, до свидания, мама. Я бы хотел повернуть Игорь Васильевичу. Но я хочу сказать, почему командиры батальйонов идут в партийных списках. Не их используют, а они идут. Для того и тут, чтобы перемогти олигархов. Потому что все тут говорят про коррупцию. Все говорят, что здесь про коррупцию. Но никто не говорит про первую причину. Никто не говорит про то, что не стававший олигархат, мы не переможем ни в войне. Мы не поднимем ни промышленность. Ничего не будет. Мнение понятно. Вечество, а вы что-то гиллитейно сняли. И поделись. Так что ли? Я тоже хочу додать, что это выглядит очень нагарно. Все-таки гиллитейно дозвонились. Гиллитейно дозвонились. А комбатів, как зірок шоу-бизнеса. Это плохо. Я хочу поддерживать Игоря, что и в свободе, и в громадянской позиции есть люди в батальоне. У нас Степан Кролюк, но он глава Волинского осередка громадянской позиции. Наташенька, обязательно продолжите через несколько минут. Все же удалось дозвониться Валерию Гиллитейно. Все же он уже на связи. Он уже на связи. Давайте с ним пообщаемся. господин министр, здравствуйте. Доброго вечера. Если можно, очень коротко. Чем же? Да, если очень коротко, вы готовы извиниться перед Аваковым, и когда это будет? на самом деле, товарищ генерал, ситуация дурацкая, не очень красивая, мы были против, чтобы вам звонили, вы высказались по поводу комбатов, которые идут в партийных списках, Аваков в фейсбуке, написал грозное тоже письмо, вы между собой там с ним разберитесь, я вас попрошу, вы отключитесь и не отвечайте на наши вопросы, будет лучше для Украины и для всех, да, извините, что вас извините, что вас отвлекли. Спасибо, товарищ генерал-полковник, вот это ведущий программы, Евгений Киселев, я поддерживаю эту просьбу, давайте не будем этот спор славян между собой выносить на всеобщее обсуждение. Спасибо. Если вы дозволите, я только что не скажу вам. Ну, окей, ваше дело. Евгений, что вы меня не почули, я понимаю, что началась такая жестокая политическая борьба. Для кого-то из тех игроков, кто заросли на выборы, потребна перемога. Но маленькая такая перемога, это перемога политической партии, для того, чтобы какомога швидше завести, какомога больше своих представителей в верховую ряду. Швы теплые пятеричные кресла. Уже у меня, и для министра обороны, и для тех висковослужбовцев, которые теперапованы в Министерство обороны, на сегодняшний день ввелика борьба, борьба, которая сейчас на входе нашей венажали. И тому, пожалуйста, когда вы принимаете эту тему, что вы поцелу на военнослужбовцев, что для нас в первом месте стоит вопрос о выиграть эту войну, а не вопрос о выигрании в верховую ряду. Поэтому вы практически никого не найдете, тех людей, кто готовится, балотируется и находится у него списка, політичная списка. Политический журналист знает больше, разбирается больше, а люди, которые нас смотрят, они в недоумении. Зрительская аудитория и аудитория фейсбука очень часто пересекаются. Нужно об этом говорить. с точки зрения журналистов и если есть политики, которые выясняют какие-то свои политические амбиции, это не совсем уместно было. Я вас очень прошу, я абсолютно розумью, что с точки зрения журналистов, рейтинга программы, как ее будут дивиться, это очень важно. С точки зрения единства страны. Не треба влаштовывать такие разборки. Слушайте, но не я влаштував это шоу, когда пистолет они это сделали. Давайте закроем. Правильно, я согласен. Не я влаштував. Но министры побачили на фейсбуке 5 тысяч, а мы показали 2 миллиона. Все. Дозвольте, дозвольте, вот сейчас яскравый приклад того, что политики сварятся, политики занимаются выборами, мы занимаемся бюрократией и не усведомляем простой речи. Когда президент Порошенко, и это еще одна тема разговора, которую мы не подняли в сегодняшнем программе, выступал вчера в Конгрессе, ему аплодировали все. Но, на самом деле, Конгресс аплодировал, не Порошенко, он аплодировал украинскому народу. Он аплодировал за то, что сегодня украинский народ стоит на меже зла и добра, на меже фронта, который наслаждается не просто на Украину, а на Европу. И если мы, политики, чиновники, бюрократы, не допоможем украинскому народу, он сделает это сам. За нас и без нас. Не за Волгой. Вам не понравилось выступление Порошенко? Мне понравился выступ Порошенко, но мне еще больше понравятся действия, которые помогают сегодня тем парням, которые воюют на фронте. Я позволю себе, перепрошу, немного не погодиться с этим человеком, героичным, который воюет на фронте. Может, у него немного другая мотивация, чем у этих парням, но я знаю парням, которые воюют не за 900 гривен. Они сами соберут хлеб, если мы им не сможем этого обеспечить, они прийдут в Киев и принесут геть эту владу. Поэтому задача политиков сегодня сделать все для того, чтобы страна мобилизировалась, подготовилась к московской муаре, она будет продолжать сюда суть. в Киеве. Я же желаю в Киеве. Давайте в Киеве парламенте разом. Таким количеством мобилизирований мы дожмемся доходить, что не комбаты прийдут, а российские солдаты меньше популизированы. А комбаты прийдут, это хорошо. Вы же знаете... Игорь, извините, ради бога, вот я тут недавно слушал выступление одного уважаемого там представителя Соединенных Штатов Америки. Я терпеливо посчитал, что он в своем выступлении по-моему раз 12 сказал, что мы Соединенные Штаты поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину. При всем моем уважении спасибо американцам, что они устроили такой прием нашему президенту Петру Алексеевичу Порошенко. И действительно чувство гордости возникает, когда смотришь, как он на свободном практически безукоризменном английском языке. выступает перед обеими палатами Конгресса, но у меня вопрос, а вот какая помощь, да, и вот я слышу сегодня очень многих политиков, которые говорят, надо изменить, надо переделать, надо, надо что-то, очень мало конкретики. Я хочу услышать конкретику. Избиратель, мне кажется, хочет услышать какую-то конкретику. Да, пожалуйста. Если вы хотите запитать, как конкретно допомога с Виттой, то я могу сказать очень серьезно. Нет. А если вы хотите запитать, какая тут допомога нужна, я вам скажу так. Я сказал и буду повторювать. Если мы не выполним наше домашнее завдание тут, в середине страны, если мы не сможем изменить судовую систему, которая будет стоять, и правильно говорит Ирина, если мы не изменим судовую судовую в страну, нет в стране справедливую задачей народа. Вы же депутаты, кто должен это сделать. Да, но это не может сделать парламент, вот этот парламент, в котором я сиду, и не может сделать, потому что этот парламент, где 280 людей вошли от Януковича и сделали все для того, чтобы выполнить ручную судовую систему. Вот это вопрос, понимаете? Вот это вопрос. Если мы не изменим прокуратуру, второе вопрос. Если мы не сделаем в стране, должна быть праведливость, юстиция. Про что говорят? Юстиция. И тут вопрос серьезное. Тут нужно менять законы про судоустрой, нужно менять законы про статус судов, нужно менять вопрос, статус судов, створение квалификационно-дисциплинарного... Вы приняли закон про иллюстрацию за месяц. Виктор, 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 можно на секундочку замолчать? Извините, Виктор. Просто важное сообщение прошло, что со ссылкой на руководителя национального телевидения и радио господина Лосамию, что оказывается президент, наконец, у нас выступит и даст интервью журналистам. Вот в воскресенье Петр Алексеевич Порошенко дает интервью журналистам, сказанным основным украинским средств массовой информации. Послушайте, очень много уже пошло разговоров, и вчера, наверное, многие обратили внимание на пост Мустафы Наема, который говорит, что пора начать говорить с украинским народом через средства массовой информации. Это, конечно, это очень хорошая, позитивная. Не только выступает в парламенте. Почему это не диалог? Это абсолютно нормальная форма. Давайте повернемося до поездки президента Украины в США. Знов-таки задавали питание, как можно менять ситуацию. Вот у меня в руках заголовки сегодняшних американских газет, которые дают оценку визиту Петра Алексеевича. Wall Street Journal. Аплодисменты, но никакой оружии для Украины. Телеграф. Президент Украины предлагает США надать летальную оружию. Вашингтон отмолвается. Нью-Йорк Таймс. На свои прохания лидер Украины отримает набагато меньше, чем хотел. У меня вопрос в связи с силой. А чему, я отвечаю, что нужно изменить? Чему за станом на сегодня не призначено 23 посли ключевые краины света? Включая Немеччина, Франция, Польша и другие. Надо заниматься заниматься заниманием политическими назначениями. Нам нужна профессиональная дипломатия, которая примусит наших партнеров делать то, что нужно украинской государстве. касается оружия. Немножко воруют всегда оружие. Немножко оружие. Серьезный вопрос. Я хотел бы сказать, что правильно, можно подобрать заголовки так, что все плохо. Можно ввести заголовки другие, которые скажут триумф президента Порошенко в Америке. Эти заголовки скорее про американских политиков, а не про Порошенко. Это тоже абсолютно правильно. Я хочу назвать конкретные вещи. Конкретные вещи. 240 миллионов кредитов. Один миллиард кредитных гарантий. Канада 2,5 миллиарда кредитов плюс поставки. Далее вы же питаете, что нужно делать. Давайте не будем ничего получать. Я напоминаю дальше. Теперь не что до оружия. То что до оружия. Что до оружия. Читайте не только заголовки газет, а еще официальный сайт Конгресса США. А куда эти деньги должны пойти? Ну подождите. Где внесенный проект сената Ременендеса. Что до продажу Украине в том числе и против танковой системы. будет туда продаваться. Не будет перепродаваться. Деньги никто не дает. Это сайт Конгресса. Это сайт Конгресса. сайт Конгресса. Это сайт Конгресса. Не верят, что эти деньги до войны. Вы еще глядите в конгресс после выборов. Я вам скажу, лидер Юрий Луценко говорил гучном о Европа Америка допоможут оружиею. И она каждое разу это простовала. Где оружие, где помощь? Это парень. Украина уже наша глубокая страдовность не допомогает. И поэтому сегодня нужно дипломатия. Сегодня нужно жирная позиция Украины, чтобы нам помогли защитить свою территориальную целесность и спокой в Европе. А кто мы для Европы? Скажите, пожалуйста, мы член НАТО, член Евросоюза. Мы должны стремиться к членству в Европейском Союзе, членству в НАТО и тогда требовать от них дать оружие, дать деньги. А мы 23 года думали, что мы сами. Мы все справимся. У нас сегодня есть лишь один хиткий аргумент, чему мы должны у них вимогать. Есть Будапештский меморандум, которого они не выполняют. На жаль, других аргументов у нас нет. Поэтому у нас есть еще один достатный аргумент. Я еще раз скажу, вы очень прекрасно видели. Вы очень прекрасно видели. Если вы думаете, чтобы они вставали только из уважения, глубоко помиляются. Если американский конгресс встает и поддерживает, то крок от поддержки такой до поддержки реальности очень короткий. И очень короткий крок для того чтобы мы отримали то, что нужно. Я с вас не перебивал. Я с квитня месяца работал с некоторыми американскими лоббистами о том дании украинской оружии. Квитня месяца они запитали очень простой вопрос. Вы воювать будете? Мы не веримы, что вы будете воювать после Крыма. Я говорю, мы будем воювать. Добре. После того появились все возможности появилась продаж и поставка нелетальной оружии. Сейчас другие вопросы. Они приезжали на ЕС. Мы видели воювать. Очень интересные люди. Они говорят, что мы воюем. Один даже сказал, что я опишу рейд вашей 95-й бригаде по телам Донецкой в подручниках американских поветерно-десантных войск. Я опишу, что это уникальная операция. А мы не говорим. Это реально уникальная операция десантная была. Рейд 450 километров по телам. Это было уникальное. К сожалению, еще питание. И зараз мы имеем. зараз мы имеем. И зараз мы имеем. Я вам скажу так. Есть договоренности про військово-техническую допомогу. Я не буду говорить очень много. Я просто дополню картину. Вы просто представьте себе, что вы американский гражданин. И вам говорят, что есть где-то там война, и ты на налогоплательщик, должен доллар куда-то отправить. Америка нам гарантии под миллиард долларов. Абсолютно чужой стране, которая находится за океаном. Все, это мало помощи. Мы должны быть благодарны хоть за это, что абсолютно чужой стране что-то дают и помогают. Спасибо, Америка. Спасибо. Все, 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 Дело в том, что... Секунду. Секунду. Аплодисменты. И сразу потом три человека говорят, господа хорошие, чуть-чуть терпения. Я просто хотел прокомментировать то, что вы сказали. Большая проблема отношений с Европой, а более всего с Америкой, потому что в Америке сейчас как никогда сильны изоляционистские настроения. И наши дипломаты в первую очередь должны работать над тем, чтобы достучаться в том числе до американского общественного мнения. И напомнить американцам их собственную историю, когда они не хотели вмешиваться в Европе в период Первой мировой войны, когда они не хотели вмешиваться в Европе во время Второй мировой войны, а в итоге вмешивались тогда, когда уже шли боевые действия и действительно посылали своих парней умирать за страны, названия которых большинство из них еще и не знало. И сейчас как раз речь идет о том, чтобы американцы не волгируются интересами. Ребята, помогите нам остановить то, что происходит, потому что в противном случае рано или поздно вам опять придется посылать своих солдат на чужую войну. Наша політика должна будуть на том, что и Европа, и США должны понять, что происходит война России с всем цивилизованным свитом, но, на жаль, для этого используется территория Украины. Это первое. Другое, я хотел бы задать вопрос, а почему, не маячи Будапештского меморандума, помогали Грузии и финансами, и оружием подчас эсетинского конфликта? Почему Грузия не имела? Можно я закинчу? Почему сегодня Грузия стоит на порозе вступления в НАТО? Там реформи какие-то реформи? Не только тому, в том числе и вы прави, и вы прави, и вы прави, но также и тому, что Грузия никогда не вела подкилимных, таемных перемовин с российской стороны. Все позиции грузинской стороны были прозорными и отвертыми, и их позиция строилась на том, что не пяди земли врагу, не пяди земли врагу, так само и наша украинская позиция сегодня. И сегодня украинская позиция должна быть очень четкая. Мы украинцы, мы сильная нация, которая должна самостоятельно защищать свою землю. И при этом отримывать и при этом отримывать допомогу светового співтовариства и делать это профессионально, а не говорить про то, что мы уже сдалися, мы уже капитулюем и мы готовы отдать частью нашей территории под протекторат Российской Федерации. Извините, что я вас перебиваю, но наше время истекло. Извините, пожалуйста. Дайте попрощаться, дайте попрощаться. Уважаемые зрители, мы с вами прощаемся, встретимся в этой студии через неделю. Если что не так, не взыщите, не судите строк. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...